уважаемые коллеги доброе утро ну я приглашаю всех зал нам по расписанию пора начинать наше заседание давайте подождем еще пару минут да а Продолжение следует... И первый раз в этом году конференция проходит без ее организатора, академика Жерес Ивановича Алфюрова, Нобелевского лауреата по физике. Его не стало, ну, примерно два месяца назад, после продолжительной болезни он скончался. Я предлагаю почтить его память минутой молчания. Спасибо большое, прошу садиться. Ну, вы видели, на входе в наш университет установлен памятник Жерес Ивановича Алфюрова. Это скульптура работы Зураба Церетели. Кто не видел, посмотрите. Довольно похож, я бы так сказал, довольно похож. Организаторами конференции, главным организатором является Академический университет, в стенах которого мы находимся. И еще соорганизаторами является Санкт-Петербургский политехнический университет и SPI, Students Chapter Академического университета. Ну, кто впервые в Петербурге, хочу вам сказать, что мы располагаемся на севере, не так близко от центра, но и в то же время по современным понятиям не так далеко. Ну, вот это кампус Академического университета, неподалеку находятся две станции метро, политехническая и площадь Мужества, с помощью которых можно добраться довольно легко до центра, до всех. То есть все привлекательные места, которые стоит посмотреть, располагаются где-то вот здесь, Петропавловская крепость, а мы находимся, значит, на севере города. Вот, спонсорами мероприятия выступает прежде всего Российский фонд фундаментальных исследований, который дал специальный грант для проведения мероприятия. Вот, другие партнеры и спонсоры также указаны на этом плакате. Я вот отдельно хочу выделить Российский научный фонд. Впервые в этом году наша конференция проходит в таком формате, что следом за ней и с небольшим пересечением мы организуем здесь же в этих стенах конференцию, которая по счастливой иронии, видите, называется почти так же, как SPB Open, SPB Poem. Значит, она организована Royal Macroscopic Society, Royal Chemical Society. В таком формате, значит, мы проводим конференцию впервые, но посмотрим, будем ли мы продолжать или нет. Этот день сегодняшний, как вы видите, это русскоязычный день конференции, и докладчики будут русскоязычные. Следующий день конференции объединенный, то есть две конференции проходят одновременно. И в дальнейшем уже будет продолжаться только SPB Poem, но желающие могут задержаться и послушать доклады, которые будут представлены на этой конференции. Вот в рамках нее будет, как я отметил, организовано два симпозиума, биомедицинский симпозиум и терагерцовый симпозиум. Вот, всего на SPB Open было программным комитетом отобрано порядка 300 работ, которые будут представлены в виде постеров сегодня и в завтрашний день. И в течение двух дней мы послушаем доклады девяти приглашенных докладчиков. Ну, вы увидите их еще и воочию, и в программке они написаны, поэтому я подробно останавливаться не буду. В конференции принимают участие представители девяти стран. Если говорить про Россию, то из 43 городов представлены работы. Еще, пожалуй, в заключение пару слов о том, что это действительно молодежная конференция. Ну, вот я не поленился, подсчитал. Средний возраст участников конференции 25,7, но это сколько-то в месяцах, я не знаю. Ну, в общем, примерно и семь или восемь месяцев. Ну, по поводу программы. Сейчас я завершаю свой опенинг-ремарк, и у нас будут доклады приглашенных докладчиков с перерывом на обед. Потом еще довольно ответственное мероприятие Elevator Presentation. Суть его в том, чтобы вы дали буквально анонс своей работы. Не надо рассказывать и пересказывать то, что у вас представлено на постере. Просто заинтересовать коллег, заинтересовать, подойти к вашему постеру. То есть буквально какие-то два-три наиболее, на ваш взгляд, важных и острых, интересных факта. Ну, и желательно ограничиться одним или двумя слайдами. В своей презентации я вас призываю говорить на том языке, на котором вы быстрее всего и свободнее всего владеете. Вот. Потом будет обед, потом, собственно говоря, постерная сессия. И сегодня вечером для желающих мы можем организовать экскурсию в нашу Гермазону. Вот. Ну, следующий день. Программа примерно такая же, за исключением того, что мы в конце дня подведем итоги конференции. Мы традиционно вручаем некоторые дипломы. И особенностью этой конференции будет то, что будет еще три приза от Royal Chemical Society. Для лучших постерных работ. Вот. Это расписание того, как по секциям распределены постерные дни. Сегодня и завтра. Ну, вам это тоже было уже известно. Вот. А это, собственно говоря, расписание на завтра. По поводу расширенных абстрактов. Тоже пару слов скажу. Значит, они традиционно печатаются в журнале Journal of Physics Conference Series, печатаемом Institute of Physics. Вот. Поскольку наша конференция проходит довольно рано в году, то успевают эти работы выйти в этом же году. Поэтому, ну, это зависит в том числе и от вас. Вы должны организованно представить уже вот эти те варианты работ, которые будут идти в журнал, не задерживая те даты, которые были указаны оргкомитетом. Ну и, к сожалению или к счастью, немаловажная составляющая этого дела – это оплата этих работ, поскольку, значит, взаимоотношения с редакцией происходят на финансовой основе. Тоже, значит, это от вас зависит. Ну, я на этом заканчиваю свою речь. Желаю всем удачи. Большое спасибо. И я предоставляю слово первому приглашенному докладчику Николаю Малееву. Он расскажет про вертикальные излучающие лазеры. Пожалуйста. Спасибо. За возможность представить наш доклад. И познакомить вас, на наш взгляд, с очень интересными приборами, вертикально излучающими лазерами, достаточно хорошо уже известными. Но мы расскажем, сейчас я расскажу в своем докладе о некоторых интересных, необычных явлениях. Но прежде чем обсуждать аномальное поведение вертикальных лазеров, позвольте немного рассказать, что это за прибор, чем он интересен, и в чем специфика его работы, поскольку без такого введения сложно будет говорить о тех интересных явлениях, которые в них удалось пронаблюдать. Начну я с краткого обоснования появления такого типа лазеров. Вот классический, хорошо всем известный лазерный диод, фактически одним из авторов, основных которого является покинувший нас, Жерас Иванович Алферов, представлен на этом слайде, в простейшей геометрии резонаторовой фабрии Перо, где свет циркулирует между двумя сколотыми зеркалами и выходит с торца такого лазера. Уже с момента его появления достаточно быстро стали понятны определенные недостатки такого прибора, связанные, например, с эллиптической диаграммой направленности, что затрудняет ввод излучения в оптическое волокно. А также с тем, что ввиду большой длины лазерового резонатора, это несколько сотен микрон, расстояние между отдельными модами резонатора, оно небольшое, доли нанометра. Другая группа недостатков связана с технологией изготовления. Такие приборы требуют проведения индивидуальных операций скол и зеркал, и полное их тестирование возможно только после завершения изготовления. Особенности генерации классических лазеров с резонатором фабрии Перо представлены на данном слайде. Здесь приведены два расчетных спектра усиления при определенных уровнях накачки активной среды. И мы можем увидеть, что генерация достигается в тот момент, когда усиление, полное усиление, находится в балансе с потерями на вывод излучения и с внутренними потерями. Условно, в виде данной черты, проведенной на рисунке. Поскольку расстояние между модами фабрии Перо очень небольшое, а спектр усиления такой достаточно плоский, приблизи максимума, типично лазер будет генерить на нескольких модах. Что приведет к тому, что спектр будет достаточно широкий, и это нежелательно для таких задач, как, например, системы телекоммуникации. Но с этим борются, и достаточно давно были предложены такие решения, как лазеры с распределенными бреговскими отражателями, или distributed feedback lasers, лазеры с распределенной обратной связью. Но у них непростая технология, и не для всех систем материалов это годится. Еще интересный момент здесь показан на этом слайде. Если мы нагреем активную среду, что происходит? Естественно, происходит уменьшение ширины запрещенной зоны. И, соответственно, спектр лазерного излучения смещается в ту же сторону, что и ширина запрещенной зоны. Но и величина этого сдвига достаточно большая, порядка 0,3-0,4 нанометра на келью. Итак, для классических лазеров Фабри Перо характерна генерация на нескольких поддольных модах. Сам спектр генерации расположен вблизи максимума усиления, и имеем большой сдвиг максимума спектра генерации и соответствующей длины волны лазера с температурой. Уже к концу 70-х годов была предложена альтернативная конструкция лазерного излучателя. Предложена была группа японских исследователей из Токийского университета. Вот это приоритетная работа 79-го года. Так называемый Vertical Cavities of Authentic Lasers, то есть вертикальный излучающий лазер, с поверхности излучающего лазера с вертикальным резонатором. Вот конструкция реализована в оригинальной работе, представленной на рисунке, и она включала в себя два металлических зеркала, одно из них полупрозрачное, и в данном случае направление протекания тока и распространения света совпадало. Соответственно, расстояние между этими зеркалами было небольшим, несколько микрон, и лазер излучал в направлении подложки. К сожалению, в тот момент такие приборы работали только в импульсном режиме при температурах жидкого азота. Почему, будет понятно, наверное, со следующим слайдом. Только на рубеже 90-х годов, по мере развития эпитаксиальных технологий, высокого уровня совершенства, это эпитаксия молекулярно-пучковая или из паров металло-органических соединений, удалось создать современный вариант вертикально излучающего лазера, представленный на рисунке, который включает два основных элемента, скажем так, два распределенных бреговских отражателя и активную область, расположенную между ними. Ну, схематически его сечение показано здесь, то есть ток протекает через некоторую определенным образом ограниченную область, свет распространяется между двумя бреговскими отражателями и выходит вверх. Конструкция, как вы видите, совершенно симметрична, поэтому выходной пучок оптического излучения оказывается уже не эллиптичный, а близким к круговому, ну и гауссоподобным для одномодового прибора, что, конечно, упрощает манипуляцию с такими пучками с помощью оптики. Поскольку расстояние между зеркалами оказывается маленьким, мы увидим, что такие лазеры в плане парадольных мод являются сразу же одномодовыми. Маленький активный объем прибора позволяет добиться очень малых рабочих токов до единицы миллиампера. Также мы увидим, что эти лазеры имеют более высокую температурную стабильность, в них достигаются максимальные скорости в режиме прямой токовой модуляции, сейчас это несколько десятков гигабит в секунду, и высоконадежность этих приборов. Конечно, как и в любом техническом решении, нет идеальных вариантов, и здесь есть определенные недостатки. Маленький объем активного материала приводит к тому, что выходная мощность ограничена, ну это типично, единицы, там, десятки милливатт, в отличие от ватных мощностей современных лазеров с торцевой конструкции. А также у этих приборов обычно достаточно широкий спектр, даже в одномодовом режиме, это там, около 100 МГц. Технология изготовления, ну, схематично показана здесь, некоторые основные операции, выращивание структуры такого прибора, я покажу ее подробнее, проведение ряда операций планарной технологии, и что очень интересно, эти приборы могут быть полностью протестированы на пластине, до разделения на кристаллы. То есть здесь реализуется классический принцип микроэлектронной технологии, на которой построена вся та микроэлектроника, которой мы пользуемся в быту, что все приборы формируются на пластине, измеряются, отбраковываются, и дальше собираются угодные кристаллы в корпуса. Ну, если посмотреть на реальную структуру лазера, вот пример такой структуры, выращенный нами, представлен здесь, она несколько сложнее, чем классический вариант, о котором я говорил, но вот мы видим здесь Бреговский отражатель в электронной микроскопии, несколько разных его участков, и активные области. Как видите, структура содержит большое количество слоев. Если мы взглянули бы более детально, то каждая гетерограница, она вообще весьма сложная. Вот здесь приведены варианты реализации таких границ из разных литературных источников, ну и мы пользуемся подобным подходом. Для того, чтобы обеспечить маленькое сопротивление при большом количестве гетероинтерфейсов, приходится делать очень сложные профили изменения состава, сложные профили лидирования, с помощью непрерывного изменения состава, либо вот таким, так называемым, digital grade, короткопериодной сверхрешетки. Соответственно, реально в структуре получается несколько сотен слоев, и все их надо контролировать с точностью не хуже, чем 1%. То есть задачка технологически непростая, сложная. Изготовление прибора. Ну, один из важнейших моментов, как ограничить область протекания тока. В ранних работах это было просто отравление мезы, потом ионная имплантация. В современных приборах базовая технология, так называемое, селективное окисление. Вот здесь показана картинка, снятая на электронном микроскопе. Что мы видим? Мы видим слой алюминий галлия мышечка с высокой долей алюминия, там больше, чем 96%, который с боков окисляется в атмосфере азота с добавлением паров воды. И вы видите, что скорость окисления этого слоя вот гораздо выше, чем вот чуть-чуть подкисанных слоев, окружающих его. Таким образом, мы ограничим область протекания тока в центральной части прибора. Какой интересный и хорошо работающий сейчас же технологий. Особенности оптического микрорезонатора вертикально ощущающего лаза представлены на этом рисунке. Что здесь можно увидеть? Стоячая волна электромагнитного поля расплена сильно неоднородно в пределах микрорезонатора, ограничена на двумя бреговскими отражателями. Таким образом, поле концентрируется в центральной части прибора. Сами эти отражатели, их свойствами мы можем управлять, меняя количество пар слоев, как показано на этом рисунке. То есть, увеличивая число пар слоев, мы можем поднять коэффициент отражения. Но интересный момент является то, что длина резонатора, ну даже эффективная его длина, учитывающая проникновение поля в зеркала, небольшая. Это порядка единиц микрон. В результате расстояния между продольными модами оказывается не долей нанометра, как в лазере Фабри Перо, а на уровне десятков, ближе к 100 нанометров, показывает простой элементарный расчет. С учетом того, что типичная ширина спектра усиления полупроводника это несколько десятков нанометров, мы можем ожидать, что такой прибор будет генерить на одной продольной моде. Но означает ли это, что он будет в истинном смысле одномодом, то есть одночастотным лазером, который интересен для систем связи. Оказывается, что нет. Если сделать прибор с достаточно большой апертурой, вот пример такого прибора определенный на рисунке, посмотреть на его ближнее поле, вот мы увидим такую картину, не гаусса подобного модула. И спектр нам покажет тоже наличие нескольких линий лазерной генерации. Конечно, расстояние между ними заметно больше, чем в резонаторе Фабри Перо, но тем не менее наличие нескольких линий нежелательно для систем связи. Почему эти несколькие линии? Потому что на самом деле в приборе одновременно существует несколько поперечных или пространственных мод. Но существует способ, и достаточно очевидный, как с этим справиться. Если мы уменьшим размер области излучения, и рассмотрим данную задачку с помощью такого известного метода эффективного покорителя преломления, мы увидим, что в данной структуре формируется эффективный оптический волновод. Вот центральная часть имеет больший эффективный покоритель преломления, окружающие слои меньше. Соответственно, это некий треаналог классического цилиндрического оптического волновода, для которого хорошо известны условия отсечки для второй моды, то есть условия, при котором он является одноводом. Ну, через так называемую нормализованную частоту или V-параметр, ее легко посчитать. И таким образом, взяв размер центральной излучающей области меньше, чем в расчетной из этой формулы, ну, зависит от длины волны, это там 3, 4, 5 микрон, мы набьемся того, что лазер будет истинно одночастотным, одномодовым лазером. Вот пример такого прибора, сделанного нами, показан здесь. Мы видим, что пятно уже имеет совершенно гаусс-подобную форму, кругленькая пятнышка, и мы видим набор хорошо выраженных линий лазерной генерации с хорошим подавлением от высшего порядка. И наблюдаем их сдвиг с температурой. Значит, интересно, что если мы посчитаем этот сдвиг, то он окажется уже не 0,3-0,4 нанометра на кельвин, а порядка 0,06 нанометра на кельвин. То есть гораздо более стабильное положение длины волны. Но почему это происходит? Для этого надо посмотреть на особенности реализации лазерной генерации в вертикально излучающем лазере. Ну, я здесь записал, опять-таки, в общем виде амплитудное и фазовое условие. Значит, что мы можем пронаблюдать? Как и в случае лазера с фаврипером, мы должны преодолеть некий уровень внутренних потерь в структуре. Вот, предположим, у нас есть спектр усиления при каком-то уровне накачки, при комнатной температуре. Вот здесь, синяя линия, обозначено положение резонансной частоты для комнатной температуры. Пока наше усиление не преодолеет потери именно на этой длине волны, генерация не наступит. То есть, фактически получается, что мы должны существенно в большей степени накачать активную область, чем это требовало для лазеров фабрипером. Но, с другой стороны, когда мы нагреем прибор, что произойдет? Спектр усиления сдвинется достаточно существенно, а положение резонансной длины волны сдвигается гораздо меньше, потому что оно определяется не сдвигом запрещенной зоны, а изменением коэффициента преломления от температуры. Он гораздо более слабый. Вот мы видим здесь положение резонансной длины волны и спектр усиления при этой температуре. Генерация будет наблюдаться в момент баланса усиления и потерь. То есть, получается, что при комнатной температуре мы должны были как бы лазер перекачать относительно лазер фабрипером, но зато при повышенной температуре у нас получаются более, так сказать, хорошие условия для реализации генерации на этой моде. Вот расстояние между модами большое, да? И поэтому моды высшего порядка, они окажутся вот здесь, и они генерить, вообще говоря, не должны. Хотя в дальнейшем я покажу, что это не всегда так. Итак, для классического поведения вертикального лазера характерно. Генерация на одной продольной моде. Значит, длина волны генерации определяется положением резонансной длины волны, а не положением максимума спектра усиления. И сдвиг максимума, ну, сдвиг лазерной длины волны с температурой, он гораздо слабее, чем в лазере фабрипером. Соответственно, появляется интересная возможность, если мы преднамеренно рассогласуем положение максимума спектра усиления, ну, в данном случае мы здесь привели не спектр усиления, а измеренный сигнал фото-люминисценции активной области, но они достаточно близки по самому положению. И резонансную длину волны резонатора при комнатной температуре, то по мере нагрева, что мы будем наблюдать? Предположим, при комнатной температуре генерация будет наблюдаться вот здесь, по мере нагрева генерация будет наблюдаться на максимуме усиления. Таким образом, мы можем добиться стабилизации порогового тока такого лазера. То есть, здесь приведены разные варианты. Вот, если по-разному рассогласовывать активную область и резонансную длину волны, то можно увидеть разное поведение величины порогового тока от температуры. В классических лазерах полупродниковых мы привыкли, что с температурой пороговый ток всегда растет. Здесь могут наблюдаться разные варианты и рост, и падение, и поведение близкое к стабильному лечению порогового тока. Что крайне важно для таких применений, как системы, работающие без охлаждения. По применениям, я вот небольшой слайд привел. Вообще, конечно, как у любых лазеров, у вертикальных лазеров много применений, но они интересны тем, что сейчас они стали самым массовым лазерным продуктом в мире. То есть, количество существенно превосходит другие типы лазеров. Почему? Из-за трех ключевых применений. Исторически первое это лазерные мышки, которыми многие пользуются. Если они написаны Laser Mouse, то это означает, что внутри стоит в качестве источника подсветки как раз инфракрасный вертикальный звучащий лазер. Но это применение было известно достаточно давно. Два сейчас ключевых применения, более таких интересных и современных, это применение в датчиках. И здесь приведен внешний вид панели iPhone 8, в котором как раз установлено два небольших лазерных прожектора. Их задача подсвечивать лицо человека и по отраженному сигналу делать так называемое Face ID. Многие знают, что такое. Идентификация пользователя по его лицу. На самом деле, он мгновенно измеряет сигнал, отраженный от 30 тысяч точек на лице человека и собирает это с помощью кремниевой матрицы, обрабатывает. И применение, о котором я сейчас буду больше говорить, это применение в дата-центрах и суперкомпьютерах, где требуется связать большое количество стоек или отдельных блоков, на достаточно больших расстояниях, сейчас уже до 100 метров и больше, на скоростях 10 гигабит в секунду и выше на один канал. Сейчас в современных дата-центрах и суперкомпьютерах практически все линии связи реализованы на оптике, а в качестве лазеров использованы как раз вертикально-звучающие лазеры. И здесь требуется работа при повышенной температуре. Конечно, в таких применениях нужно высокое быстродействие. Поведение вертикально-звучающего лазера описывается классической моделью. Очень хорошая книжка, здесь всем могу порекомендовать ее. И там можно увидеть стандартную модель для полупровнякового лазера. И для того, чтобы он быстро работал, сейчас время ограничено, фактически мы должны повышать частоту реликционных колебаний, уменьшать фактор их подавления, а также снижать проведенную здесь в виде ФП паразитную частоту, которая связана с наличием в любом лазере паразитных сопротивлений и емкостей. Вот это показано на условном сечении этого вертикального лазера. Значит, и так, чтобы лазер работал быстрее, нужно улучшать его внутренние свойства и уменьшать паразитные сопротивления емкости. Внутренние свойства, там подходов много, это сейчас не предмет данного сообщения, но вкратце скажу, что работа ведется в направлении структур с напряженными квантово-размерными активными областями, когда можно увеличить величину дифференциального усиления, который ключевым образом влияет на скорость лазера. Ну, конечно, есть силовой путь, просто поднять величину тока, но тогда прибор будет перегреваться и не очень долго будет жить. Итак, надо снизить внутренние сопротивления паразитной емкости. Как это сделать? Были предложены разные варианты, два таких важных шага, это размещение контактной площадки на слое толстого диэлектрика с маленькой диэлектрической пронисаемость, как показано здесь, но наша картинка. И второй очень интересный подход, это использование не одной оксидной апертуры, а нескольких, как показано здесь. Ну, вот видите, сертификатические кислые слои. Это снизит внутреннюю емкость, связанную с оксидной апертурой. Итак, такие приборы уже несколько лет активно развиваются, в частности, очень большой вклад отнесла компания ВИА-Системс, Берлинская технология, Технический университет Берлина, мы тоже участвуем в этих работах, компания Коннектор Оптикс, вот еще работа 2013 года, уже были сделаны приборы 25 гг. в секунду, сейчас коллеги продвинутся дальше, была показана высокая надежность таких двухапертурных приборов. Но вот более детальные исследования обнаружили, что в некоторых случаях могут поднаблюдаться некие аномальные явления, про которые хотелось бы рассказать в второй части доклада. Значит, в чем они состоят? Вот здесь представлена такая конструкция прибора с двумя оксидными апертурами, и вот его характеристики, ну, скажем так, в зависимости выходной мощности от тока накачки. Здесь исследовались приборы с разными размерами, ну, с маленькими, средними и большими размерами токовых апертур. Вот, для средних размеров нормально классическое поведение, для маленьких на первый взгляд тоже, хотя дальше мы увидим, что это не совсем так. А для больших приборов наблюдалось такое вот не совсем обычное поведение ватт-амперной характеристики с несколькими характерными участками. Это было обнаружено еще несколько, некоторое время назад, были проведены нами исследования. И если говорить о приборах среднего размера, вот они ведутся, а, вот, о приборах маленького размера. Вот это интересный, достаточно новый результат. До этого мы не наблюдали в них особых аномалий, но, посмотрев на них повнимательнее и измерив их сейчас в импульсных режимах, мы обнаружили, что в приборах маленького размера наблюдается вот такое поведение. Начинается генерация через, не через моду низкого порядка, длинноволновую, а через моду более высокого порядка, на более коротких длинных волн. И дальше, по мере роста накачки, либо по мере увеличения длины импульса накачки, то есть нагрева прибора, мы наблюдаем параллельную генерацию на двух модах, достаточно хорошо разнесенных. Объяснение этого выявления будет чуть позже. Если посмотреть на прибор среднего размера, здесь все нормально, здесь классические вата-аперные характеристики, классическая многомодовая генерация сразу же на длинноволновой стороне, и во всем диапазоне накачек, токов накачки, во всем диапазоне длительности импульсов мы наблюдаем обычную классическую генерацию вертикально излучающего лазера. А для приборов большого размера опять-таки наблюдается аномалия. Опять генерация начинается через моды высокого порядка, и по мере роста тока накачки или длины импульса, что естественно ведет к саморазогреву прибора, происходит переключение к генерации через моду низкого порядка, то есть к нормальному режиму генерации. Для того, чтобы это объяснить, мы провели и экспериментальные исследования, и предприняли попытки численного моделирования таких конструкций. Вот эксперимент показывает весьма интересные вещи. Если мы посмотрим картины ближнего поля такого прибора, имеющего аномальную генерацию, а кстати, надо отметить, что токовая апертура этих приборов была не круглая, а близко к квадратной, то мы наблюдаем, что на маленьких уровнях накачки у нас генерация локализована в области у краев аксидной апертуры. По мере роста накачки имеет тенденция к реализации генерации уже по всей площади прибора. То есть возграются моды, которые локализованы уже и в центральной части прибора. Ну и в спектрах это проявляется соответствующим образом. Если же провести моделирование такой структуры, возможно два подхода. Один подход это в приближении эффективного показателя преломления через эффективный волновод. Ну, наличие двух токовых апертур вообще говоря образует ступенчатый волновод. Центральная часть и обкладки. Но внимательное изучение этого объекта в сканирующем электронном микроскопе показало, что вот эта часть апертуры на самом деле имеет заостренную форму. То есть толщина ее плавно меняет. Здесь она тоньше, здесь она толще. Соответственно показатель преломления меняется не сразу вот здесь ступенькой, а плавно изменяется на этом участке. Но мы аппроксимировали его в первом приближении с помощью промежуточного значения показателя преломления. Вот. И провели моделирование распределения электромагнитного поля в таком резонаторе. Что считалось? Проводился анализ существующих мод и для каждой моды рассчитывалась ее добротность. Ну, понятно, что генерация будет реализовываться на моде, для которой произведение оптического усиления на ее добротность будет максимальным. Вот здесь показаны эти положения техмод. Значит, фундаментальные моды, LP01 в данном случае, и так называемый оксайд мод. Почему ее так назвали? Потому что эта мода пространственно локализована вот в этой области между внутренней границей апертуры и вот завершением изменения толщины. То есть в области под оксидом, мы ее назвали оксайд мод. Вот их изменение, их положение с температурой, и здесь отложены величины добротности для этих мод. А здесь представлены спектры усиления оксидной области при температуре 300 керриев и 340 керриев. Если мы произведем перемножение этих величин, то мы увидим, что при комнатной температуре преимущественные условия для генерации имеет оксидная мода, а при дальнейшем нагреве преимущественные условия генерации должна иметь мода фундаментальная. Это объяснение поведения для приборов большой апертуры. Значит, на самом деле провели мы аналогичное моделирование для приборов с маленькой апертурой и здесь было обнаружено, что совершенно необходимо учить такой фактор, как дополнительные потери из-за дифракции на краях оксидной апертуры. Если их принять во внимание, то можно сформулировать такие выводы, что в прибор с большой апертурой генерация начинается на моде высшего порядка в связи с тем, что она лучше возбуждается и она имеет произведение усиления на потере меньше, а по мере нагрева просто происходит перераспределение условий, произведение добротости на усиление становится предпочтительным для моды фундаментальной. В случае же маленьких апертур объяснить наблюдаемое поведение можно только в том случае, если мы дополнительно учтем эффект формирования тепловой линзы, то есть нагрев центральной области прибора, который приводит к дополнительному улучшению фокусировки излучения фундаментальной моды, и для нее происходит изменение уровня потери, то есть добротость ее возрастает. Тогда мы можем объяснить наблюдаемое поведение. А вообще говоря, все это стало возможным в связи с тем, что в приборах, которые мы исследовали, показано вот здесь, рассогласование между положением резонансной длины волны и максимумом усиления, в данном случае спектром линзы, было весьма большим. То есть больше, чем обычно используется. В связи с этим, с практической точки зрения, можно сделать такие выводы, что при конструировании приборов с двумя токовыми апертурами, которые зарекомендовали себя очень хорошо с точки зрения быстродействующих источников. Нужно внимательно следить за оптимальной величиной спектрального рассогласования между положением резонансной длины волны и максимумом спектром усиления. В противном случае может наблюдаться аномальная генерация, которая, вообще говоря, является паразитным эффектом для таких приборов. Ну и завершая, я хотел бы поблагодарить от лица нашего авторского коллектива компанию ВИА-Системс и группу профессора Бинберга за предоставленные для этих исследований образцы вертикальных лазеров. Спасибо. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Пожалуйста, вопросы к докладчику. У меня есть вопрос, Николай Анатольевич, Вы упоминали по поводу высокой температурной стабильности. Меня в связи с этим интересует токовую стабильность длины волны. Вы оценивали? Да. И второе, какой перегрев реально происходит на рабочем токе? Тон, на котором Вы достигаете максимального быстродействия. Ну, я могу сказать по этим приборам. Значит, вот я могу сказать точные данные по одномодовому прибору, поскольку на него это наиболее критично. Но, во-первых, мы можем посмотреть и сюда. Вот у нас это стабильность мощности оттока. Что касается длины волны. Примерно у нас был сдвиг 250 мегагерц на микроампер. Поскольку мы работали в области частот. Значит, ну, токовый перегрев зависит от того, какой прибор. На самом деле примерно 30-40 градусов активной области был перегрев в этих приборах. Но это зависит от того, как вы реализуете отвод тепла. На самом деле в многомодовых приборах перегрев тоже весьма существенный. Потому что, хотя они вроде бы и больше, и сопротивление их меньше, но у них само выделяемое тепло выше, а отвести нужно на ту же практически периферийную площадь. Значит, то есть я могу оценить его примерно в 40 градусов в данных приборах перегрев. Что касается изменения длины волны с током, оно будет примерно в диапазоне для одномодного прибора изменения от 1 до 3 мА примерно до 2-3 нм. Спасибо большое. Есть чего? Пожалуйста. В вертикальном лазере, да? Есть альтернативные методы. Ну, во-первых, я говорю только об эпитаксиальных зеркалах, которые мы формировали с помощью эпитаксии. Есть вариант делать эти зеркала диэлектрические из слоев диэлектриков. Дело в том, что чем больше разница коэффициентов преломления, тем меньше требования, ну, не такие жесткие требования к точности поддержания слоев. В диэлектрических зеркалах можно реализовать больше оптических контрастов между слоями. Другой способ это так называемые зеркала на решетках. Сейчас есть такие зеркала, High Contrast Grating Mirror, так называемые, активные работы в их направлении ведутся. Там фактически можно ограничиться одной-двумя парами бреговского отражателя и сверху сформировать субволновую бреговскую решетку. Они обладают и высокими отражающими свойствами, к тому же еще контролем поляризации. Такие подходы тоже есть. Вот, что касается вертикальных лазеров. Ну, можем делать что-то на фотонный кристалл, но в принципе технологически сложно. Я, пожалуйста. Я хотел спросить, вот, казалось бы, если вы меняете размеры, апертура, то у вас, конечно, проявые эффекты играют большие. Вот, зачем нужно уменьшать, я и больше не увалился, и увеличить, что преимущество, скажем, маленьких апертур, зачем за ними Сейчас я перелистну назад. А можно назад перелиснуть? Что-то перестало. Почему-то перестал листать. Я хотел показать как-то слайдик. На один слайд назад. Давайте, Николай Анатольевич, своими словами. Да, я объясню, что вот, вот, вот зачем нужно мешать. Вот здесь внизу картинка показана. Дело в том, что если апертура в этом направлении большая, то существует несколько типов пространственных колебаний. И этот спектр будет иметь несколько частот. Ну, как бы, вы будете наблюдать несколько спектральных линий. Вы хотите получить в ряде применений одну узкую линию. Вам нужен пространство одномодового лазера. Как обычно, у вас трехмерный резонатор. Если его, чтобы он работал на одной частоте, он уже ограничивает во всех трех направлениях. Ну, упирается в то, что в любом лазере, если вы хотите одну моду получить, вам любой какой-то частотный селективный элемент ставить, либо маленький делать. Но это не технология изготовления, это именно физика работа микроэзонаторов. Граница должна быть, вот, которую вы уже окисляете. Да, но она ровная граница. Там проблема только, что, естественно, когда маленькая дырочка, дифракция на щели классическая наблюдается. Дополнительные потери. То есть, очень маленькая апертура нехорошо. Но микрона 3 еще все неплохо, она уже одномодовая в этом плане. Но можно сделать сверху дополнительный селективный элемент, какую-нибудь решеточку сделать. Такие тоже способы есть. Тогда апертуру можно сделать больше, наверху сделать несколько штрихов. Хорошо. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Давайте поблагодарим докладчика еще раз. Я с удовольствием предоставляю слово следующему докладчику, Иван Андреевичу Митропольскому. Это сотрудник Петербургского института ядерной физики, филиал Курчатовского института. Его доклад называется методом ядерного анализа. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Мне очень лестно это приглашение и рассказать вам о, по сути дела, своей работе. Но так как я из Петербургского института ядерной физики, то я начну с того, что самое главное событие, ну, я думаю, что не только для нас, но и, в общем-то, для всех физиков, так смотря в перспективу, это пуск нашего реактора. Значит, наконец-то реактор ПИК заработал. Вот, его постепенно разгоняют. Уже сняты первые спектры. К сожалению, я хотел показать, но мне сказали, что вот это делать нельзя. Вот, первые нейтронные спектры нельзя не потому, что они какие-то секретные, а просто, ну, как-то так сказать. Вот, наверное, начальник должен первый об этом сказать. Вот, хотя вроде бы Путин об этом уже сказал, так что уж чего больше. Вот, значит, и поэтому я сосредоточусь просто на не столько ядерно-физических методах анализов, сколько на нейтронных методах анализов, потому что реактор пошел, реактор будет, и я надеюсь, мы все-таки выровняемся и опять станем лидерами в области нейтронных исследований. Ну, вот я привожу здесь совершенно общие образовательные картинки. Это нейтронный спектр, который нас будет интересовать. Это от быстрых нейтронов, возникающих в ядерных реакциях, и до ультрахолодных нейтронов, на которые мы собираемся, так сказать, ориентироваться. Конечно, быстрых нейтронов в реакторе не бывает, потому что в реакторе делительные нейтроны. Делительные нейтроны – это, ну, 2-3 мевоэнергия. Дальше быстро, так сказать, спадают. Ой, мало энергии. И тепловые нейтроны, термальные там написано. Тепловые нейтроны, потому что это нейтроны по технологии работы реактора. Нейтроны, выделяющиеся из реакции деления, довольно быстрые. Они не вызывают последующего деления. Чтобы осуществить цепную реакцию, надо их затормозить до тепловой энергии. Это осуществляется в тепловом, ну, не в тепловом, а в водяном отражателе. Кстати, на пике он не водяной, а из тяжелой воды, из диетерия. И, по сути дела, эти нейтроны имеют температуру этого отражателя замедлителя. Вот, поэтому вот это вот будет наша рабочая область. Вот с такими длинными волн, с такими скоростями. Значит, что делают, что мы собираемся делать? Что мы делали на реакторе ВВРМ и что мы собираемся делать на реакторе ПИК? Это, конечно, фундаментальные свойства нейтрона. Это наш конек, это время жизни нейтрона, асимметрия бета-распада нейтрона. И, соответственно, извлечение фундаментальных параметров, но в частности слабого взаимодействия, неускорительная физика. Нейтронное рассеяние, под нейтронным рассеянием имеется в виду масса прикладных задач, в которых используются нейтронные рассеяния. Я об этом ничего говорить не буду. Материалы ведения. И вот это слово, которое позволяет мне участвовать в этой конференции. Больше я об этом говорить ничего не буду. Наконец, ядерная спектроскопия и структура ядра. Это ближе к моим научным интересам. Я по образованию спектроскопист. И, наконец, анализ состава вещества. Это, так сказать, некая программа. Теперь, что касается нейтронных методов исследования вещества. Ну, они делятся на три таких главных направления. Исследование неоднородности плотности. Нейтронная радиография. По сути дела, это как флюорография. Только не на рентгене, а на нейтронах. Сейчас я покажу картинку. Вот. Называется нейтронография. Исследование структуры вещества. Вот рассеяние нейтронов. Это все твердое тело. Это вся физико-конденсированное состояние. Это, так сказать, всепожирающая, так сказать, область. Опять-таки, об этом я совершенно ничего говорить не буду. И, наконец, исследование состава вещества. Это ядерные реакции, вызываемые нейтронами в данном случае. Хотя их довольно много. Это не только нейтронное поглощение. И, как всегда, по реакции вещества на предложенную реакцию, мы можем судить о том, с каким веществом мы имеем дело. Это обычная, так сказать, аналитическая постановка задачи. Некая, так сказать, обратная задача, по сути дела. Очень важно, чисто методологически, что переход к регистрации ядерного излучения, потому что до сих пор у нас оптическая спектроскопия, была рентгеновская спектроскопия. Это мы щупали электронную оболочку. Мы там производили некие возбуждения, смотрели, как ядро, как атом восстанавливается, и судили о том, что же это за атом. Ну, это обычная спектроскопия. Рентгеновская или оптическая. А когда вы привлекаете ядерные реакции, то ядерные реакции уже идут с ядром, которое состоит из нейтронов и протонов, и оно, по сути дела, на разных изотопах реакция будет разная. Поэтому вы переходите от анализа элементного к анализу изотопному. Элементный, конечно, останется, потому что число протонов, оно, так сказать, определяет элемент. Но еще будет важно, что число нейтронов фиксируется. Вот пример нейтронографии. Это моя любимая картинка, страшилка такая. Значит, это здесь нарисован муляж бомбы. Это вот такая стальная гильза с массивными гайками. И это в видимом свете. Это ее сфотографировали просто вот тут линейка. Ну, такая болванка, кусок трубы с гайками. Ну, в видимом свете мы ничего сказать не можем, что это такое. Несет дядька трубу и несет себе. Значит, в мягком рентгене 150 кФ железяка не пробивается мягким рентгеном. Поэтому, по сути дела, мягким рентгеном, вот обычными, так сказать, если вы пойдете в метро с такой трубкой, вы ничего в серединку подсмотреть нельзя. В гамма-лучах уже, так сказать, это кобальтовая пушка, они настолько, у них настолько большая проникающая способность, что они пробивают эту трубу насквозь, и никакой внутренней структуры вы не видите. А вот в нейтронах фотография, вы видите все детали. Вот там проводнички какие-то, которые мы напихали, какая-то мочалка тут лежит. Вы всю структуру видите. То есть нейтронография – это удивительная, так сказать, штука. С одной стороны, это практически абсолютная проникающая способность, потому что нейтрон – нейтральная частица. Для него через железяку проходить, через воск совершенно все равно. Это никакие не реакции, это просто как рентгенограмма. Вот как вы флюорографию проходите. Вот так это то же самое. То есть просто нейтронный поток, объект и… Ну, детектор, ну не фотопластинка, конечно, должен быть конвертер, который преобразует нейтронный поток в регистрируемое излучение, в оптическое. Ну вот это, так сказать, очень простая вещь, которую я надеюсь, когда у нас будет реактор, мы этим тоже займемся, потому что спектр задач необыкновенно широк. Допустим, у меня было кино, оно и есть, это кино, но просто не так много времени. Значит, это работающий двигатель внутреннего сгорания. Просто работающий двигатель. Вот он стоит на стенде и работает. Его в это время просвечивают нейтронами, это все регистрируется. И либо интересующиеся люди, так сказать, что-то понимают, либо, так сказать, ищут какие-то таким образом дефекты. Работающий. Но это совсем не новая вещь, это просто такая ловкая фотография. Ну, вам скажу так, что с тех пор, как перестали испытывать атомное оружие, все моделирование идет на нейтронах. То есть вот всякие интересные, так сказать, приспособления, которые потом идут на вооружение, вот с помощью нейтронографии, причем мгновенный, там очень нейтронный поток режется на очень узкие пучки, и так это динамические процессы, то вот каждый пучок, так сказать, регистрируется, ну, как кино, как мультфильм снимается. И вы можете смотреть в деталях какие-то, по сути дела, взрывные процессы. Значит, я все-таки буду говорить о нейтронно-активационном анализе. Вот нейтронно-активационным анализом понимается в широком смысле. Вот такая схема. У вас есть нейтрон, который поглощается ядром образца. При этом ядро образца становится из А, А плюс один, то есть именно поглощается. Нейтрон входит в ядро и остается там. И ядро становится, переходит, не переходит, а превращается в следующий изотоп. А плюс один. А плюс один. В возбужденном состоянии. Энергия возбуждения – это ровно работа выхода этого нейтрона. Он же тепловой, он как бы с нулевой энергии вошел. Он не заряженный, поэтому он спокойно входит в ядро. Но при этом сразу же попадает на равную энергию отделения этого нейтрона. Поэтому это ядро будет в возбужденном состоянии. Дальше у него есть две, так сказать, возможности. Это возбужденное состояние может испустить, разрядиться в основное испусканием гамма-квантов, которые мы будем регистрировать и судить о том, с каким ядром мы имеем дело. А после этого это ядро может распасться, потому что само по себе ядро А плюс один может быть радиоактивным. Вот пример обычного конструкционного железа. Почему так не любят реакторчики железа? Потому что железо поглощает нейтроны и тут же испускает мгновенные одномевные кванты. Это очень неприятно, потому что один мев это как кобальтовая пушка, примерно такое же излучение. Поэтому всякие железные конструкции на реакторах не используются. Нежелательно, по крайней мере, использовать. Но мы можем продолжать анализ. Если нас не устраивают эти гамма-лучи, я сейчас покажу пример. То мы будем изучать радиоактивный распад этого ядра. Он обычно бета-распадчик. Мы перегрузили ядро нейтронами, мы лишний нейтрон добавили. И оно из стабильного стало радиоактивным. Бета-распадчиком, конечно же. Вот бета-распадчик. И распадается бета-распадом в конечное ядро. Без изменения А. Это А плюс один, но другое Z и N. Это другое ядро, которое тоже оказывается в возбужденном состоянии. И тоже испускает гамма-кванты. И мы, так сказать, все это регистрируем. Но здесь прелесть в том, что вот это дело происходит, это задержанное, это бета-распад. Он может идти за короткое время, может идти за годы. Поэтому мы еще получаем некую временную развертку. Мы можем проводить анализы, зная периоды полураспада, они хорошо, так сказать, табулированы и хорошо измерены. Мы можем, так сказать, сразу же говорить, это не то, что вы думаете, потому что то, что вы думаете, должно было быстро распасться. Вот сейчас я такие примеры покажу. Значит, я с теорией заканчиваю. Я хочу рассказать вот об этом замечательном человеке. Вот метод нейтрон-активационного анализа имеет авторов. Это редкий случай в физике. Имеет авторов. Вот об этом господине Хевиша. Я хочу рассказать, я всегда рассказываю эту историю, потому что, ну, по-моему, вот из этого физика и состоит, на мой взгляд. Вот. Значит, он учился в Англии. Он венгер, он учился в Англии, хорошо учился. Он очень был из небогатой семьи. И посещая столовую студенческую, где их бесплатно кормили, значит, он заметил, только я обращаюсь, чтобы никто не повторял этот опыт. Это было сто лет назад. Значит, он заметил, что, судя по всему, на следующий день им дают то, что они вчера не доели. Вот. Посмотрите, какой портрет. То есть, он, так сказать, обязательно должен был это заметить. Вот. И он пожаловался в администрацию. Администрация сказала, что, ну, что, молодой человек, так сказать, здесь у нас Англия, а не что-нибудь. Вот. Больше не просто Англия, а Кембридж. Вот. Значит, он не успокоился. Собрал, так сказать, неких людей. И сделал очень простую вещь. Взял препарат ради, ни больше, ни меньше. Подмешал. Они поели. Подмешали этот препарат в недоеденную еду. И сдали, как говорится, грязную посуду. На следующий день он пришел в столовую в сопровождении профессоров уважаемых. Вот. И продемонстрировал, что то, чем их кормят, радиоактивно. Вот. То есть, на самом деле, он пометил, это меченые атомы, он пометил недоеденную еду радиоактивно, солью радио. А на следующий день показал, что едим то, что я пометил. Вот. Конечно, у вас так же все живы? Вот. Это вот очень... Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что это все произошло где-то, так сказать, там, до Великой Октябрьской социалистической революции. Вот. И тогда радиоактивное излучение мерилось с помощью электроскопа. То есть, это шар с лепестками, которые, так сказать, его заряжали, и если есть радиоактивное излучение, оно просто, так сказать, ионизировало воздух, электроскоп разряжался. И потому, как опадали лепестки, судили об активности. То есть, это были совершенно атомные дозы. Вот. И поэтому это очень закономерный вопрос. Вот. Но, тем не менее, так сказать, скандал удался. Он, так сказать, сразу же был отмечен как талантливый студент. И вот это, так сказать, отличало всю его жизнь. Значит, ну тогда я... По-моему, эти истории гораздо интереснее нейтронного анализа. Значит, второй, более драматический поступок с ним связанный. Значит, журнал радио, он такое длинное название имеет. Мы туда посылаем каждый год статьи, нас, к счастью, публикуют. Вот до сих пор на обложке, ну не эта фотография, но он носит имя Хевиш, этот журнал, радиохимии, радиохимический журнал. Значит, другое событие, более драматическое. Значит, это Вторая мировая война. Он был в Дании, в институте Бора. Бор уехал уже в Англию. Вот. Он остался. Он был венгр, и поэтому оккупационные власти немецкие весьма лояльно относились. Венгер, это дружественное, так сказать, по отношению к фашистской Германии было государство. И к нему относились очень хорошо оккупационные власти. И он спокойно занимался своей наукой. Немцы выдвинули Ганна на Нобелевскую премию. И Нобелевскую премию исключительно по политическим мотивам, ну это я так трактую по политическим мотивам, не дали. Ну, потому что война идет, и понятно, кто эту войну устроил. И давать Ганну за открытие деления Нобелевскую премию как-то не дали. Гитлер очень обиделся и объявил, конечно, сразу же Нобелевскую премию. Ну, я не буду цитировать, как он это объявил. В общем, его антисемитские настроения хорошо известны. Короче говоря, все Нобелевские лауреаты были признаны неблагонадежными. А Нобелевские медали, они же из золота сделаны, на той территории рейха оккупированной, должны были быть сданы в казну государства. Просто такой указ был, сдать в казну государства. Значит, конечно, Нобелевские лауреаты очень обеспокоились, потому что их не так много осталось, но все-таки они были. Они обеспокоились и не понимали, что делать с этими медалями. Поймите, это ученые, они не борцы, это не движение сопротивления, но все-таки медаль так просто отдавать не хочется. И тогда они сообразили, а этот человек им предложил, значит, он работал, я еще раз говорю, в Копенгагене и был вне всяких подозрений. Он стал Нобелевским лауреатом в 43-м году. Вот сразу после этого он стал Нобелевским лауреатом. Значит, он взял эти медали на хранение, они ему сдали эти медали на хранение, думая, что он их где-то спрячет. Он сделал очень просто, он взял сосуд с царской водкой и растворил эти медали в царской водке. Это три Нобелевских медали. Растворил это золото в царской водке и поставил на самое видное место. И когда таки действительно пришли, потому что, конечно, что знают двое, то знают и все остальные, опять-таки немецкая пословица знаменитая. Вот, значит, конечно, пришли, где медали, он сказал, что никаких медалей нет, ничего не знаю, это вот золотой какой-то препарат, так сказать, царская водка. В общем, короче говоря, медалей не было. Но когда война закончилась, он высадил это золото, это вполне реальный процесс, с потерями, конечно, 15% примерно теряется. То есть он восстановил золото из этого раствора, договорился с Нобелевским комитетом, и Нобелевский комитет теми же самыми штампами напечатал из того же самого золота медали, копии медалей, и их вернул лауреатам. То есть лауреаты получили те же самые медали, абсолютно те же самые, но только они были на 15% тоньше, золота меньше. Вот. Вот такие люди, так сказать, делали эту науку. Это здорово. Ну и в 43-м году он получил Нобелевскую премию по использованию изотопов в качестве меченых атомов при изучении химических процессов. Конечно, это очень интересно смотреть химические процессы, как происходит какая-то динамика. Вы что-то пометили, и вот это то, что помечено, ну вот, современное. Значит, я расскажу несколько примеров, когда мне надо будет кончать, вы не стесняйтесь, скажите мне. Отлично, отлично. Значит, нам довелось делать разные анализы. Значит, нас привлекают к анализам, мы академический институт, никаких денег мы за эти анализы не берем. Мы берем, беремся делать анализы, которые интересны. И вот очень необычная задачка. Вот есть так называемые на Земле остроблемы. Это кратер больше нескольких километров, ну, условно, конечно. То есть это очень большой кратер. Это, ну вот, скажем, мексиканский залив считается, что это вот некая остроблема. Ну, это, конечно, поменьше немножко. Вот. И что интересно, значит, то, что оказывается, это было замечено, что в окрестностях вот этого самого кратера, там какие-то совершенно удивительные металлы находятся. То есть там редкоземельных металлов очень много, хоть они и редкоземельные, а там они просто лопаты, их можно копать. Вот. Значит, там, ну, сейчас я буду говорить, какие металлы там появляются. Больше того, вот в Аризоне есть кратер Берринджера, это спутниковая фотография, это рудник. Это просто люди копают, американские люди, копают вот эту горбушку, вот, и там, ну, по сути дела, это весь американский рений там добывается. Вот. Ну, вот, это наш кратер такой, это в тундре. Вот. В тундре его только вот так и видно, потому что это болото, потому что какие-то водичка какая-то лишняя, вы никогда не заметите. Это я не помню где. Не помню просто. Вот. Значит, что происходит? Вот когда метеорит попадает, это я излагаю... Чем замечательна наша работа? Тем же, когда тебе приносят какую-то задачку, мало того, что ты решаешь задачку, это всегда само по себе интересно, еще попутно ты выясняешь очень много нового из той области, из которой задачка. Поэтому я, так сказать, с удовольствием, так сказать, все это смотрю и рад поделиться этим. Значит, вот какая есть теория, как возникает, так сказать, вот это обогащение редкими металлами в вывале, вот в этом кольце. Значит, вот метеорит ударяет в землю, разумеется, тут все расплавляется, потому что все переходит в тепло, и получается такая, так сказать, зона расплавленного, это не важно, с динамикой совершенно, в общем, зона расплавленной породы. Она довольно быстро, снизу некая корка образуется, сверху тоже она быстренько замерзает, ну, как лава такая, а внутри она многие-многие годы, так сказать, это разные, ну, в общем, теплопередачи никакой, поэтому этот расплав остается очень долго. И в этом расплаве происходят обычные, так сказать, диффузионные процессы. И то ничтожное количество, так сказать, элементов, которые там было, это же у вас жидкость, и в жидкости, так сказать, все хорошо разделяется. Приводит к тому, что вот эта штука обогащается иридием, осьмием, платиной и палладием. Ну, вот такая вот теория, по сути дела это теория, вот, и ее можно проверять, и геологи именно привозят нам образцы вот из этих вот мест и просят определять вот эти элементы. Это наш Каррская остроблема, так называемая, значит, есть Каррское море, все наши моря называются по впадающим в них рекам, река Кара. И вот где река Кара впадает, там на самом деле в этой тундре есть вот эта остроблема, я фотографию показывал, 20, по-моему, километров, вот 10 километров, вон, масштаб есть. Ну, не 20, а побольше. Ну, наверное, все-таки это о разных вещах, наверное, мы говорим. Вот это фигомен, вот это вот 20 километров, а это, так сказать, вся зона поражения, как говорят военные. Вот, значит, вот как это все выглядит, и вот посмотрите, это просто уже роспись некоторая. Значит, цирконий, очень-очень жирный, 65 процентов, лантан, церий, паразиодим, неодим, самарий и крупа Купра-ауриды, это смесь золота и меди, очень обогащено серебром. Вот, то есть много серебра. Вот мы, по сути дела, делали анализы нейтронные, причем нейтронный анализ, это ведь штука, это всегда уровень, так сказать, ну, чемпиона мира, потому что по разрешению, по чувствительности вы либо видите, либо не видите. Но если вы видите, то видите на совершенно фантастическом уровне, потому что, что важно, вошел один нейтрон в вашу породу, нашел свой этот атом, атом испустил гамма-квант, и этот гамма-квант вы зарегистрировали. Весь неудачный опыт, это если гамма-квант не выйдет, или вы, эффективность вашей регистрации плоха. Ну, то есть надо беспокоиться, конечно, о методике измерения. Но если он вышел, и вы его зарегистрировали, то тут, так сказать, к гадалке не ходи, это, так сказать, дальше цепочка восстанавливается однозначно. Так вот, это вот наши результаты измерений, и вот это ядро, которое получается после захвата нейтрона, поэтому феррум 59, а не 58, поэтому кобальт 60, которого мы не любим, кобальт 58, цезий и так далее, вот уран. И вот мы, 39, потому что в породе 38, он съел нейтрон, он стал 39. Дальше, так сказать, вот эта характерная линия, которая спускается, и вот наши концентрации, которые мы намерили в породе, а это предел обнаружения. Предел обнаружения в процентах, поэтому это 10-9. Вообще, сейчас я покажу еще картинку, как мы платину искали. В общем, пределы могут быть до 10-11, 10-12. То есть, фантастическая чувствительность. Главное, чтобы излучение вышло. А для этого мы, так сказать, заботимся. Мы там порошочек сделаем, из твердого тела ему трудно выйти, а мы сделаем порошочек. Еще какие-то, так сказать, хитрости. Ну, вот для того и есть научная работа. Значит, вот очень показательный пример. Мы здорово научились мерить золото. Нам приносили, так сказать, образцы с Дальнего Востока. Мы, так сказать, хорошую гипотезу подтвердили. Я не буду об этом рассказывать. А люди с разгона говорят, а платину слабо? Мы, конечно, сразу же, так сказать, рубашку на себе рванули. Сделаем платину. И что мы увидели? А платину не видно. У нее очень маленькие линии. Их много, и они слабенькие. И они растворяются, и попадают на уровень, там, скандия, кальция, которого в породе всегда очень много. Ну, кальция, просто все из кальция сделано, поэтому кальция очень много. И этих линий не видно. И платина не видно. То есть мы бы рады, а ее не видно. И тогда что мы придумали? Смотрите, вот это, так сказать, это вот как раз первая статья, которую мы опубликовали в этом Хевишевском журнале. И с тех пор нас туда принимают. Вот, это, по-моему, здорово получилось. У платины есть довольно много, вот у вас в образце есть платина, ее нужно определить. И у платины есть довольно много изотопов. 95-я, 33%, 96-я, 25%, 98-я, 7%, вот еще этой 30%. Ну и, конечно, всегда вы охотились за этими, за главными изотопами. А с точки зрения элементов, просто за платиной. А мы сделали стойку вот на этот изотоп. Платина 198-я. Ее всего 7%. Ну, так сказать, каждый 14-й. Платина 98. Платина 98 поглощает нейтрон, превращается в платину 99-ю. Платина 99-я за 30 минут распадается в золото 99-е. Золото 99-е распадается за, здесь не написано за сколько, но довольно быстро распадается в ртуть. И вот линии ртути мы регистрируем. Но так как в исходном образце ртути быть не может, ртуть не бывает в свободном состоянии. Я не помню, какое это кино я смотрел в детстве. Там просто, так сказать, плохой человек, хорошего человека, головой макал в лужу ртути. По-моему, это назывался фильм «Аттестат зрелости». Вот. То есть, короче говоря, ртуть, она всегда как золото с самородками. Ртуть всегда лужами. То есть, ртуть не бывает, так сказать, распределенной. Поэтому, если вы берете какой-то образец и находите в нем ртуть, это антропогенный фактор. Это, так сказать, просто разлили ртуть в свое время. Так вот, поэтому в наших образцах, конечно, ртути быть не могло ниоткуда. И поэтому дальше мы восстанавливаем. Определяя вот эти линии ртути, а их тут три, три линии, мы тут же, так сказать, восстанавливаем содержание платины. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Значит, следующий факт, я не буду ничего уже показывать и рассказывать, это нам повезло. Значит, вот когда мы сделали этот прорыв с платиной, нам тут же сказали, а, рений, можете? Рений очень легко определяется. Но когда я узнал, что такое рений, я пришел в полный восторг. Это элемент, которому вот слово «самый» подходит во всех смыслах. Это самый редкий элемент, это самый последний элемент, который был открыт людьми. Вот стабильный, конечно, стабильный. Он очень интересен в том, что его очень мало. Это самый редкий элемент, его очень мало. Его, по-моему, сколько-то тонн добавляют. У меня где-то было написано. В общем, сколько-то тонн добывают. Причем добывают его, вот вы удивитесь, из вулканических газов. Рений идет из-под земли только по вот этим вулканическим каналам. И вот этот пар, его, так сказать, отделяют и оттуда достают рений. Рений используется во всех ртутных лампах. Это катализатор, который, так сказать, там есть в микроколичествах. Но без него они не будут гореть. Вот, поэтому, с одной стороны, его нужно много, а с другой стороны, его очень мало. Вот, значит, вот тут вот написано, значит, вот мировые запасы этого рения. Вот его содержание. Ну, это бог с ним. Короче говоря, мы научились определять рений. Вот линии рения, которые мы смотрим. И вот мы расписывали, вот чувствительности какие, так сказать, подтверждили существование рения в золотосодержащих рудах. То есть, опять-таки, есть гипотезы, которые мы просто подтверждаем. Большие образцы нефти, это я говорить не буду. Потому что, конечно же, без нефти куда мы теперь? Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, ну да, пару вопросов, давайте. В табличке были элементы с период другого распада, поскольку, насколько я помню, там 700 дней. Означает ли это, что ваш эксперимент проходит два года? Ну что вы. Нет, конечно. Нет, нет. Значит, дело в том, что... Я же не меряю содержание элемента по убыванию его в силу естественного радиоактивного распада. То есть, если бы это было так, я действительно должен был в момент t померить, в момент времени t плюс дельта t и сравнить. И сказать, ага, вот это он есть. Нет, это просто справочная информация, что такой элемент вот так живет. Так не меряется. Ну давайте и последний вопрос задам. Вы скажите, пожалуйста, что ограничено широкое распространение данных методов негативно-негативно-негативного расследования, например, в ходе выяснения рентгеновских тестов анализов? Ограничено... Легко отвечу. Источниками нейтронов. Источниками нейтронов. Рентгеновские методы, это вы купили в магазине рентгеновскую трубку и работаете, как говорится. А нейтронные источники в магазине не продаются. Нет, не торговизна. Ну, я не знаю, так сказать. Надо образец поднести к источнику, а не источник приезжает. Нет, нет, на самом деле нейтронные анализы очень дешевые. Я не случайно сказал, что мы не берем денег за эти анализы не потому, что мы такие снобы, а просто потому, что даже неудобно. Реактор-то работает просто так. Значит, мы же нейтроны берем из реактора даром. Иван Иванович, последний вопрос. А как ПИК расшифровывается, если это вообще расшифровка? Пучковый, исследовательский, корпусной. То есть он отличается тем, что он в корпусе, ну вот как атомные электростанции, значит, современные. В таком мощном и ржавеющем корпусе, поэтому он корпусной. Исследовательский, ну это его назначение, реакторы бывают энергетические, технологические и исследовательские. Он исследовательский. И он пучковый, потому что в нем насверлены дырки, через которые нейтроны выходят. Ну давайте самый последний вопрос уже. Люди не любят. Из алюминия. Из циркония. Я когда пришел пацаном в ПИЯВ, у меня был мотоцикл, и мне надо было... Алексей Игоревич, извините, пожалуйста. Мне нужно было сделать, ну вот, кто знает, как устроен мотоцикл, это когда два колеса, а транспорт между ног, как мне мама всегда говорила. И мне надо было сделать такие брызговики, ноги закрыть. Представляете, сейчас это продается, а тогда это надо было сделать. Я пошел в мастерскую, говорю, мне бы вот нержавейки немножко тут раздобыть, сделать бы себе вот такие штуки. И мне сказали, ну какая нержавейка? Вот циркония бери. Ладно, спасибо большое. Давайте поблагодарим докладщика еще раз. Спасибо. Да, я представляю слово следующему докладщику нашей сессии. Сергей Артиньевич Кукушкин, Институт проблем машиноведения Российской Академии Наук. Его доклад будет посвящен широкозонным полупроводникам на кремнии и к орбиде кремния. Ну прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов Алексея Евгеньевича за приглашение. Это очень приятно. Я расскажу о новом способе получения корбиде кремния. Я в общем из кремния. Я уже много раз в разных местах рассказывал. Тем не менее, может быть будет забавно. Значит, доклад состоит из введения основной идеи роста СИЦЕР, термодинамики, термодинамического анализа, будет исследована кинетика образования и некоторые экспериментальные результаты и, соответственно, возможное применение СИЦЕР. Значит, ну все знают, что корбид кремния очень важный материал. И если бы он был дешевый и в очень большом количестве, то по многим параметрам бы заменил кремний, конечно. Это широкозонный материал. Он химический стоек. У него хорошая прочность. Он держит электронные разные свойства при высокой температуре. Но проблема в том, что сам корбид кремния монокристаллически дорог. Ну и важно стыковать кремниевую технологию и технологию широкозонных полупроводников. Поэтому вообще желательно получать корбид кремния на кремния. Значит, бьются с этим очень давно. Первый, кто реально сделал, это японский исследователь Нишина. Он обычно выращивал на поверхности кремниевой подложки корбид кремния, подавая вот смесь различных углеродсодержащих газов, метан, пропан, селаны, моноселаны и так далее. Значит, проблема заключается в том, что параметры решетки кремния и корбидокремния очень сильно отличаются. Порядка 19-20%. И добиться хорошего качества слоев весьма тяжело. Вот в качестве примера обычно, если вы сверху подаете газ на подложку, то он, как правило, происходит фазовое превращение, образуются зародыши, двумерные и трехмерные, но не важно, важно, что там что-то зарождается и растет. Вот если осадить, например, хлоридный эпитакси нитрит алюминий, прямо толстый слой на кремниевую подложку, то, видите, пойдут кругом трещины. Поэтому желательно некий буферный слой иметь между широкозонным полупроводником, а именно нитридом галлия, корбидом кремния, ой, нитридом алюминия и так далее, для того, чтобы можно было дальше выращивать. Значит, проблема заключается в следующем. Как же все-таки вырастить так, чтобы можно было сделать некий буферный слой и не затронуть саму структуру, сделать, во-первых, на большом диаметре пластины, а большой диаметр сейчас это 6-8 дюймов и более, значит, и далее сделать так, чтобы, ну, был промышленного качества. Вообще, надо сказать, что мы думали, я, в частности, думал очень многие годы, а дело в том, что у меня отец был геолог, и у меня есть дома, осталось в качестве памяти, вот такие закаменевшие деревья. Значит, если вот срез этот есть и так далее, значит, суть таково, что все клетки живые, были полностью в нем замещены на клетки минералов, без разрушений. Если посмотреть в микроскоп, даже ядра сохранились, но там нет ни одной органики уже, там все минеральные соли. Меня это, в общем, можно сказать, со школьных лет поражало, я думал, как же там происходят эти процессы, что полностью все повторяется. А потом был случай, что однажды один из рудокопов в 17 веке упал в перитовую шахту, его достали потом через 50 лет, и когда его достали, он был весь, и волосы, и зубы, и уши, и глаза были, место кожи обычной, полностью были из перита. Это был наш шок. То есть вот полностью произошло замещение. Но процесс этот редкий. Непонятно, как происходит. Происходит довольно редко. И, в общем, мы начали возможность следующей идеи. Вот есть кремниевый кристалл, а вот карбид кремниевый кристалл. Значит, у них, видите, отличаются объемы и параметры решеток. Вопрос заключается так, как же сделать так, чтобы кремний заменить на углерод, без его разрушения. Но вот на наше счастье оказалось, что это можно сделать. Нам просто, можно сказать, повезло. Мы начали эти работы в 2004 году. А суть такова. Значит, идея возникла так. Вот надо вытащить атом, один кремния, чем-то, чем-то я еще потом расскажу. А на его место, значит, заместить атом углерода. Но проблема заключается, если я атом углерода поставлю прямо в кремниевую вакансию, вытащенную, то, соответственно, общая энергия за счет того, что будет сжатие, упругая, сильно повысится. Энергия будет, если в электрон вольты пересчитать, видите, порядка, вот, например, вакансию создать 0,6 электрон вольт. Сумма вакансии углеродного атома, значит, около одного электрона вольта. Оказалось, значит, что, если сделать таким образом, оказалось на наше счастье, что вакансия, если вытащить кремний, она сжимает кристалл. И если атом углерода поместить в центр междоузлия, то он также сжимает. Но при этом, оказывается, в кубическом кристалле, вдоль направления 1,1,1, между ними происходит взаимодействие, но не обычное, а упругое, за счет тензора упругих напряжений. Нам удалось показать и вывести формулу, не какие-то электрохимические, ничего, именно за счет тензора упругих энергий, что энергия, упругое взаимодействие двух точечных дефектов, вот, подчиняется такому уравнению. Это вот мы это уравнение получили впервые. Оно обратно пропорционально кубу расстояния между дефектами, вот расстояние. Косинус, это направляющие косинусы кристаллографических координат, то есть, ну, это либо 1,1,1, либо 1,0,0 и так далее. А К, С, это упругие константы объема атомов. И вот оказалось в конечном счете, что если дефекты лежат в кубическом кристалле вдоль направления 3 единицы, то они не отталкиваются, а притягиваются друг к другу. Тем самым не повышают, а даже понижают упругую энергию системе выгодно. Вдоль направления 1,0,0 они притягиваются довольно слабо. А если они лежат вдоль направления 1,0,0, то они отталкиваются с большой энергией, кристаллу невыгодно располагаться. И оказалось, что, значит, выгодно системе располагаться им в определенном направлении. Таким образом, мы в кристалле явно фиксируем определенное выделенное направление, снимаем вырождение, получается некую симметрию. Теперь вопрос стоит в том, как вытащить этот кристалл. Оказалось, что можно с помощью химии. Оказалось, что вот эта реакция, оказалось, что два атома кремния с газом ЦО, дешевым и доступным, происходит следующее. Это образуется СИЦ, и образуется при температуре выше 900 Цельсия, газ СИО, не СИО-2, а именно СИО, СИО-2 газ. Почему-то химики до нас, я не могу понять, значит, эту реакцию, по сути дела, мы сделали, не знали эту реакцию. То есть мы вот знали, но не анализировали. Оказалось, что эта реакция идет в две стадии. И нам удалось проанализировать последовательные стадии. На первой стадии, кремний твердый, вот с ЦО образуется атом углерода, и он сразу встает за счет в междоузли. А атом кремния удаляется вместе с газом. И на второй стадии образуется, вот такое мы их назвали, упругими диполями, по аналогии с электрическими. Вот такая система. Далее эти упругие диполи, они выстраиваются все строго в одном направлении. И далее они самосогласованным образом смещаются, потому что химическое, я не буду более произведения точные расчеты, в конечном счете химическая энергия связи превышает упругу, и они смещаются в одном направлении. Но при этом, чтобы произошла релаксация упругой энергии, под слоем карбида кремния образуются пустоты, полости, из-за усадки поры. Значит, вот покажу. Итак, вот в этом направлении. Сначала СО вынимается атом СИЦ, кремний, углерод сразу в междоузлие поступает. Далее образуется сеть каналов. Вот это первый этап. Второй этап. Углерод самосогласованно смещается и, наконец, закрывает эти каналы, а здесь происходит обрыв. В итоге получается вот такая система. Вот. Образуется некий предварительный комплекс промежуточный. То есть реакция или фазовый переход. Во-первых, мы тут крупно открыли новую эру фазовых переходов. То есть много компонентных систем в твердых телах фазовое превращение обязательно, я уж потом не буду говорить подробно, это отдельная тема, приходит через промежуточную стадию. Это стадия предподготовки системы. Вначале химия делает то, что вот эти диполи, а потом уж происходит фазовый переход. Образуется вот такая система. Значит, вот, например, предкорбидный кремний, и дальше вот он как поршень смещается. И образуется типа моста на сваях. Вот эта пленка получается. На наше счастье в кремнии тут еще что? Вот ячейка кремния, а вот углеродные атомы встали. Оказалось, что каждая пятая ячейка корбиды кремния строго стыкуется с каждой четвертой ячейкой кремния. И оказалось, что когда происходит звиг атомов, все, что между ними рвется, а каждая пятая строго определяется до одной тысячной, что удивительно. И они, знаете, как кнопками мы прибиваем, вот они, значит, встают на место, и нас не интересует, что там под ними. Главное, что они упорядочились. Вот. Значит, единственная проблема была, что в процессе происходит боковая усадка, и образуются поры, поскольку усадка. Значит, мы догадались и строго рассчитали, что нужно туда дополнительными порциями подавать лишний кремний. Лишний кремний, например, можно из селана добавлять. Селан разлагается. Вот. Можно мы еще добавим, ну, всякие хитрости добавляем, там, либо порошок у нас, либо так далее. Тем не менее, мы эти участки добавляем, и здесь образуется корбид, и мы их залечиваем. Получается достаточно ровный слой, вот, содержащий пленка на порах с кремнием. На счастье говорит, что фазовый переход с точки зрения фундаментальный, тут открыто следующее. Фазовый переход через промежуточное состояние. Оказывается, так мартенситные переходы переходят. Многие там, многокомпонентных. Сейчас оказалось, что так нитрит галлия растет, и многие-многие вещи. Значит, вот было бы, вот точка 1, это начало корбид и СО. По идее, вот, вот, через барьер он переходил в точку 3, где это корбид. А он идет, в начале диполе образуются упругие, доходят, а потом он идет уже в конечную точку, то есть, огибает по перевалу идет. В результате вот этот, вот это вот диполе номер 2 положение, вот конечная точка. В общем, сложный, как бы тут я отнабрал условно, называется ведущий, ведомый переход. Вот, значит, обычно в теории фазовых переходов все описывают сразу же одним уравнением, ничего подобного. Оказалось, что вначале система подготавливает что-то, например, делает диполи, или вот, например, я уж в нитрит галлия, когда растут наберфлоридные эпитаксии, там подготавливают специальным образом промежуточные комплексы, тоже болеют. Это, собственно, химия делает. А дальше они смещаются, и образуется фазовый переход. В результате вот зародыш такой хитрый у нас возникал, Си-Ц, это Си-Ц, а внутри в него, значит, вот эти усадочные поры. То есть это вот все вместе. Зародыш это как бы единый получается. Нельзя отрывать один Си-Ц без вот этих усадочных пор. Хочу сказать, что тут мы провели глубокую, значит, теоретическую работу. Значит, в фазовых переходах, это так называемая свободная энергия важная. Мы рассчитали ее, вывели зависимость к Си, это скорость химической реакции, вот зависит от давления СОСИ, С, констант реакции. От упругих составляющих, это модуль сдвига, разница в параметрах решетки. Свободная энергия состоит из двух частей. Вот эта химическая часть с диполями, а вот эта усадочная связана с порами, упругими составами. В общем, в результате были выведены все основные параметры, которые это критические размеры этих пор, этих кластеров Си-Ц, критический размер усадочной поры, критическая толщина, когда это возникает. Вот. И далее, значит, помимо этого мы рассчитали кинетику всего этого процесса и существенно обобщили знаменитое уравнение Зельдовича. Вот оно, вот это уравнение Зельдовича на функцию распределения N, это число кластеров в зародыши, B, это отношение радиуса к высоте. Ну вот мы на двух... То есть обычное уравнение Зельдовича описывает одну переменную. Мы сделали в двух переменных, и удалось... То есть это вот в числе частиц и в образовании пор. И в общем, все это удалось решить и найти скорость нуклеации, или самую главную величину, то есть величину, число образующих кластеров в единицу времени, в единицу на единицу поверхности. Вот. Значит, тут важную вещь нам удалось еще было знать химия. Значит, в свое время Вудвуд и Хоффман, два американских химика, получили Нобелевскую премию в 67-м году, и выдвинули в 67-м правило, заключается в том, что симметрия орбиталей суммарная, электронных орбиталей, СО, например, в нашем случае СОСИ, и СИЦЕ, ой, тут я, извините, Кремния нужно было описать, значит, исходных состояний должна, если она отличается от конечных состояний, видите, она разная, исходные состояния, суммарная симметрия, и, конечно, если она разная, то реакция обязательно идет через две стадии, если она одинакова, симметрия, она идет в одну стадию, таким образом, нам удалось это связать и показать точно, учитывая это правило симметрии, орбитальной симметрии, я не буду говорить, это довольно там серьезность, теория групп, связанные вещи, вот, с электронным, во всяком случае, вот мы рассчитали это на компьютере, вот симметрия СО, это, я тут ошибка, это, ну, Кремни должен быть, и симметрия этого СИЦе, и, в общем, оконечные, видите, СИО и СИЦе, она отличается, значит, идет обязательно через две стадии. Здесь эксперимент, теперь вот наш карбид, это дифракция быстрых электронов, вот лежит слой карбиды, видите, с порами, внутри, вот уже тут все, такая, значит, вот пористая структура. Надо сказать, что это порист, ну, вот типичный мост на сваях. Далее, мы с помощью различных методов и инфракрасной спектроскопии, и резерфордовского рассеяния делалось, и масса-масса, нам удалось доказать, нам удалось получить, вот наш диполь реально померить. И вот эта частота 960 обратных сантиметров колебаний, и потом мы рассчитали на компьютере, это оказалось точно совпадает с частотой колебаний вакансии и углеродного кластера, ой, и углеродов в междоузле. Вот весьма интересную ситуацию мы делали, превращали пористые кремнии, видите, дырки, и вот в карбид кремнии, видите, как зарастают. Значит, и сделали тут теорию образования каналов, оказалось, что это очень похоже на то, как зарастают сосуды в процессе осаждения холестерина. Весьма интересная ситуация, что будет, если мы на плоскости, там, я говорил, 3 единицы, что будет, если на плоскости 1,00? Значит, поскольку на этой плоскости на 3 единицы у нас перпендикулярно стоит диполий, там все происходит хорошо. Но в направлении 1,00 диполи отталкиваются, и оказалось, что плоскости 3 единицы идут под углом 54-55 градуса. Они, диполи, стоят таким вот этой пилой. Образуется некая пила. И если эту поверхность подвергнут воздействию МЦО, из гладкой поверхности мы получим пилообразную поверхность. Вот, СО, вот, получаем такую 54-44 градуса. В результате, значит, вроде бы она ни к чему не нужна. Но оказалось, что если дать такую поверхность не чисто 1,00, а отклонить на 4 градуса, то диполи встанут вдоль ступеней. Это приведет к тому, что мы искусственно на поверхности карбидокремния получим такую чешусью поверхности. Ну, можем гладкую, может чешуйчатую. Вот она, чешуйчатая поверхность. Эти, каждая чешуйка, это карбидокремния, как на площади Александра Невского, кто знает, вот там, типа, кольчуги сделана стена. Значит, она направлена под 3 градуса. Вот эти, если осаждать на эту поверхность, гексагональные кристаллы, причем каждая чешуйка гексагонально ориентирована, они растут под углом 55, и дают наклон. То есть, можно получать полуполярные слои нитридов галлия, то есть, наклонные, не прямо вдоль оси С, а вдоль полярной оси. Итак, карбидокремния, значит, куда он может? Наш. Мы получили абсолютно новый материал. Я хочу сказать, что там свойства абсолютно, у него ряд уникальных свойств, просто за счет, тут можно несколько часов рассказывать. Во всяком случае, он может быть как буфер нитридоалюминия для роста галлия, оксида цинка, как синтез дальше толстых наращиваний своего собственного карбидокремния, обычным стандартным методом, как рост различных нановискеров, нитевидных кристаллов, которыми мы сейчас активно занимаемся. Ну и, соответственно, вот сейчас, значит, для эффекта шотки, создания хемтранзисторов, занимаемся силовой электроники. В частности, вот рост полуполярного, вот то, о чем я говорил, вот полуполярный галлин, значит, вот он, причем зависит от того, какой тип кремния, N и P типа, значит, вот полуполярный, вот полуполярный алюминий N, видите, под наклоном. Вот, например, выращен методом ХВПЕ тут замечательный экспериментатор Шукрилов Шарфуддинов, вот он растил, ух ты, у меня куда-то делось, вы знаете, картинка, я хотел, красиво, не знаю, куда съехало, ну ладно, на следующий, в общем, съехала картинка почему-то, здесь был идеальный алюминиен, вот, значит, а на 6H было даже хуже, вот мы, вырастил, вот Шукрилов вырастил, смотрите, вот СЦ, вот тонкий слой переходный, вот алюминий N и GALEN, он сейчас может выращивать GALEN, значит, вообще совершенно генен, до 300 микрон, даже до 400, отделяя от подложки, вот слои алюминиен, GALEN, да, далее можно сделать, что, совершенно можно покрыть кри-корбидом, кри-корбидом, не обязательно на кремнии, мы покрываем, например, сафир, напыляется просто кремний, и дальше кремний, это переходит в карбид, и таким образом, при необходимости, выращивается, карбид кремния на сафире, вот был кремний исходный, вот он не очень поликристаллический, текстурный, плохо все в виде, а вот мы превратили в карбид, и он даже лучше по качеству стал, чем исходный был кремний, можно на 1,00, можно на 3 единицах, и так далее, ну вот, в частности, здесь, вот в Дании, нам нитрит галлий, СВД получали, переход, вот, нитрит алюминия, вот это вот сделана группа Лундина, Царцунникова, это светодиодную структуру, это вот карбид, алюминиен, алганы, соответственно, а вот самое удивительное, мы тут делали вместе, как раз, вот метод ХВП, это Шукрила, Шуруфудинов, и здесь, из темнического университета, это, Буравлев, Мизеров, мы сажали прямо нитрит галлий на карбид, он у нас таким образом сделан, что вначале, если МБЕ сажается, то он растет, Н-полярный, то есть, наверх выходят не галливые атомы, а азотные, далее, сажается на него слой нитрида алюминия, хлоридный эпитакси, и потом сажается хлоридный эпитакси и толстый слой нитрида галлия, и он инвертирует, то есть, нижний слой Н-полярный галлий, верхний, получается галлий полярный, и далее, поскольку галлий Н-полярный легко травится щелочью, то мы просто отделяем, и вот такую чистую пластину, сейчас мы добиваемся того, чтобы объемный нитрит галлий, полностью от трех дюймов пластины отделяем, и можно переносить, совершенно другую, сейчас вопрос стоит, чтобы 500-600 микрон сделать, такую пластину целиком трехдюймовую переносить, хоть на полимер, куда угодно, далее, вот эта группа Георгия Цирлина, вот они там активно выращивают на наших подложках вискеры, например, галлия, галливые вискеры, вот как видно, это вот хорошее очень качество рамена, соответственно, светятся они лучше, чем вискеры, вот на просто кремнии, далее, например, мы выращивали методом атомно-слоевого наслаивания с университетом оксид цинка, далее целая группа была, пожалуйста, А2Б6, там можно любые, очень неплохие, это КАДМЕС, качество КАДМЕС, 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 все, в общем, структуры выращены, ну и вот, значит, соответственно, картинки, галлия, алюминия, толщиной, дальше можно, например, было галлия 2О3, галлия, да, 2О3 вырасти, оксид галлия, который важный полупроводник, и, наконец, самое важное, мы научились, на полярном, поскольку у нас особый корбит, то можно, при определенных условиях, если посадить барий, то выделяется отдельно углеродная структура на поверхности, это не графен, это кольцо, бензольное, то есть барий сажается, он связывается с корбидом таким образом, просто из-за времени я не могу, значит, здесь уже успеть, образуются углеродные кольца по своей структуре, мы измеряли на Бессе в Берлине, то есть это на синхотронном резонаторе, что образуются бензольные кольца, то есть вполне возможно, оказалось, что барий, это щелочной металл, там барий, натрий, литий, вполне возможно, что если когда-то корбид кремний с метеоритом упал, то вполне возможно, что это некое, а это одна из, как бы, единица органики, вполне возможно, что таким образом жизнь, да, ну и вот тут сделаны, это ПЗТ делали, сигнет электрик, все, ну вот наши пластины, 6,3 дюйма, открыт новый способ рост, раньше был, это у Франка Вандермерве, Фольмера Верве, Ван Страж, а теперь вот оказалось, что можно через диполи, вначале создать диполи упругие, а потом корбид кремний, и последнее, если кремний оказалось поместить просто на углерод, а потом по нашему способу садить СО, то оказалось, что кремний входит и образуется вот из углерода, мы углерод можем просто превращать в кусок твердейшего СИЦ, например, для колодок автомобилей, и вот внутри него, видите, вот, значит, практически около, там, миллиметра заполняется, сейчас совершенно новый способ получения, преобразования углерода в корбид кремний, в верхних слоев, все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Скажите, у вас какие поли типы получаются? Значит, основной поли тип это 3С, но мы можем получать первое 6H, 4H, 2H есть, он слоями, и самое главное, сейчас мы последнее открыли, что некий новый, дело в том, что из-за нашего способа роста у нас происходит не, кремний не сжимает, а наоборот, этот, растягивает корбид и запор, и он, значит, меняет свой ОСЦ, образуется тригональный, мы назвали с неким новым типом симметрии, статья, тригональный, новый тип симметрии, тригональный, вот пару статьй было, да, Вы сказали, что для полуфорников оксидоцинка оксидоцинка нитрида алюминия, а пьезоактивные свойства исследуются, как это ориентирование? пьезосвойства корбида или чего, или оксидоцинка оксид пьезо, значит, мы нитрида алюминия, сейчас свойства, пьезосвойства активно исследуют, там очень сильные пиры и пьезоэффекты, сильнейшие, да, оксидоцинка просто пока не исследовали, тут за все просто невозможно объять, мы просто показали, что растет, и как бы на этом мы растили методом молекулярного лаослаева, ну это аналог CVD, значит, только при низких температурах очень непростой, на 3 дюймах, да, и сейчас я начинаю там вместе вот с группой в Хорватии, они купили CVD установку оксидоцинка, и под нашу, специально под наши пластины. Так, давайте еще один вопрос. Нет, эпитоксиальный монокристаллический, полностью. Ну, поры, да, но мы их можем отделять, то есть нам он не нужен, он временный, я вообще, то есть сейчас вот такая тенденция, что мы просто от Кремния травим и уходим вообще. Ну, давайте последний самый последний вопрос. В некоторых случаях. А это на 1.00 специально, вот они все чешуйки таким образом. Мы можем этим полностью управлять, вот я говорю, зависит от ориентации исходного Кремния. Хорошо, спасибо большое, давайте поблагодарим докладчика, и всех докладчиков в этой сессии. Значит, сейчас кофе-брейк, и ровно в 12 продолжаем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дорогие друзья, пока народ рассаживается, пару объявлений я сделаю. Значит, после того, как выступит последний докладчик, а так получилось, что последним докладчиком сегодня являюсь я, мы здесь же проводим элеваторную сессию. Значит, микрофон-петличку надевать не будем, чтобы сократить время, поэтому будем пользоваться вот таким вот стационарным микрофоном. Значит, еще раз призываю докладчиков буквально кратко изложить суть, о чем будет ваша работа, и все остальное уже рассказать во время непосредственно постерной сессии. А после этого, после того, как элеваторная сессия закончится, есть такое предложение выйти на улицу, и там на ступеньках сделать групповую фотографию, после этого разойтись на обед. То есть вот такой наш план на сегодня, на остаток первой половины дня. Ну что, уважаемые коллеги, я с вашего позволения начинаю свой доклад. Ну, опущу традиционную фразу благодарности программному комитету за возможность представить свою работу. Я буду рассказывать о микролазерах. Сегодня был доклад Николая Анатольевича Малеева про вертикальные излучающие лазеры. По сути дела, тоже являются микролазерами. Но я буду говорить о другом типе, о микролазерах микродисковых или микрокольцевых. Для чего они нужны и в чем их особенности, я постараюсь раскрыть в ходе своего доклада. Ну, вот я тут привел фамилии двух наиболее близких коллег, но на самом деле коллектив гораздо больше, что вы увидите по содержанию работы. Значит, основная мотивация, почему сейчас так активно стали развиваться микроизлучатели, лазерные микроизлучатели, заключается в том, что оптическая связь, в отличие от передачи данных по проводам, то есть электрической передачи данных, позволяет реализовать гораздо большие скорости, то есть измеренные, ну, как правило, их измеряют в гигапитах в секунду. Гораздо большая помехозащищенность, удобство, при этом отсутствует тепловыделение, связанное с протеканием тока по проводам, ну и многие другие преимущества. Вот эта схема, она показывает такое достаточно хорошо известное взаимоотношение дальности и скорости связи. В области, значит, больших частот, как правило, ограничения связаны с дисперсией, то есть с тем, что при прохождении через среду, в которой показать преломление, зависит от длины волны, поскольку линии излучения лазера всегда не может быть идеальной дельта-функцией, происходит размытие пакета. А в области больших расстояний ограничения, как правило, связаны с затуханием сигнала за счет поглощения. Ну вот видно, что если мы говорим про маленькие расстояния, то, по сути дела, ограничений для скорости передачи данных не существует, поскольку сигнал почти не затухает и дисперсия на таких маленьких расстояниях сказываться не будет. Поэтому никаких физических ограничений для того, чтобы использовать оптическую связь для передачи данных на короткие расстояния, по сути дела, нет. Все ограничено тем, насколько ваш прибор позволит так быстро модулировать оптический сигнал. Для чего нужно передавать сигнал на маленькие расстояния? Исторически оптическая связь развивалась от большой дальности к все меньше и меньше. Если изначально были проложены оптические кабели для передачи информации между континентами, между городами, внутри зданий и так далее, то теперь речь идет уже о том, чтобы внедрить оптическую связь для общения между стойками компьютера. А в ближайшей перспективе и для того, чтобы между отдельными чипами и даже внутри чипов, внутри кристаллов, передавать и обмениться данными не по проводам, а с помощью оптики. Но вот здесь представлена некая схема, прототип, по сути дела, оптоэлектронной компоновки, где между процессором и памятью компьютера происходит обмен данными по оптическим волноводам, и оптические модуляторы играют роль тех устройств, которые преобразуют электрический сигнал в оптический. Естественно, что основой всей микроэлектроники является кремник, как наиболее технологичный материал, его способы изготовления из него приборов за прошедшие десятилетия, отточенные практически до идеала. Но помимо чисто электронных приборов, на сегодняшний день разработано довольно много и оптических приборов на основе кремния. Ну вот я в качестве примеров привожу волноводы, модуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры, фотоприемники. И, по сути дела, единственным элементом, который на сегодня отсутствует на кремниевой платформе, является эффективный лазерный излучатель. То есть тот активный элемент, который и послужит основой для того света, который будет, распространяясь, например, по кремниевым волноводам, нести оптическую информацию. Поэтому мы должны отложить в голове то, что необходимо разрабатывать источники, которые могли бы быть совместимы с кремниевой платформой оптоэлектронной для оптической передачи данных на короткие расстояния. В то же время сами полупроводниковые лазеры, вот с того момента, как они были изобретены и появились в конце 60-х, начале 70-х годов, по своим размерам довольно плохо соответствуют тем требованиям, которые предъявляет передача данных внутри чипа. Понятно, что если мы хотим запихнуть лазерный излучатель в логический элемент, он не может по своим размерам существенно превышать этот элемент. Но вот, к сожалению, большинство лазерных диодов, когда мы говорим про традиционный лазерный диод, это приборы, которые имеют довольно большие размеры. Ну, типичный размер – это порядка миллиметра в длину, в то время как интегральные схемы эволюционировали гораздо быстрее, и размер затвора составляет десятки нанометров на сегодня. Вот только в последнее время начали появляться различные типы, новые типы лазерных диодов, которые позволяют уменьшить размер активной области прибора и прибора в целом. Ну вот, в частности, это упомянуты сегодня в докладе вертикальные излучающие лазеры, хотя на самом деле, хотя вот сама активная область такого прибора может составлять единицы микрон, в целом прибор не такой уж маленький. Если мы учитываем мезу, которая, значит, травится вокруг активной области, и все контактные площадки, на самом деле, вертикальный излучающий лазер – это прибор с размерами, ну, вот, на несколько сот микрон. И кроме того, еще одним недосадком вертикального лазера является довольно сложная эпитоксиальная структура, толстая эпитоксиальная структура, которая затем для изготовления из нее уже работающего прибора требует много технологических операций, включая, например, селективное оксидирование и так далее и тому подобное. Ну, про фотонные кристаллы давайте я для краткости дела не буду рассуждать. Какая альтернатива для традиционного плоскового лазера и для вертикально излучающего лазера? Ну, вот, в нашей работе мы рассматриваем, так называемые, микродисковые или микрокольцевые лазеры. Ну, вот, некоторые примеры, они могут выглядеть достаточно разнообразно. Ну, некоторые примеры представлены здесь. Вот это вот, так называемый, подвешенный микродиск. То есть, когда сам резонатор лазера покоится на такой еще более тонкой ножке. Вот видно, что размер такого прибора в данном случае составляет всего один микрон. То есть, это вот мы продемонстрировали минимальный размер микролазера, при котором лазерная генерация достигалась при комнатной температуре. А это вот другая разновидность, это микродиск. Такие резонаторы объединяют общим названием резонаторы с модами шепчущей галереи. Ну, вот это название, оно пошло из акустики и описывает явление, когда звуковая волна циркулирует вокруг периферии какого-нибудь круглого здания, и, значит, за счет этого создаются разные удивительные акустические эффекты. Ну, по сути дела, твердотельный полупроводниковый резонатор представляет из себя такую же галерею с шепчущими модами. Только шепчут, движутся по периферии не акустические волны, а оптическая волна. Вот так она бегает по кругу. И за счет чего здесь можно достигать при маленьком размере высокую добротность? За счет того, что свет подходит под границы, под углом, превышающим полное внутреннее отражение. То есть свет практически не выходит наружу. Ну, возникает тогда вопрос, а как же тогда выводить излучение из такого микродискового или микрокольцового резонатора? Ну, вот тут тоже есть некий ответ довольно простой. Он заключается в том, что если вы хотите передавать информацию в пределах платы, в пределах чипа, то, конечно, гораздо более выгодно, когда свет выходит не наверх, как в вертикально излучающем лазере, и его надо каким-то образом поворачивать, а излучается в латеральном направлении, так как это имеет место в микродисковых или микрокольцевых лазерах. А, значит, утилизация этого света, ну, вот на сегодня показаны вот некоторые способы, я сгруппировал, это либо вывод излучения просто в свободное пространство и его применение для, там, скажем, накачки чего-то или, значит, сигнализации чему-то, ну, как вариант в утоненное волокно, или такой наиболее интегральный способ – это вывод из микродиска или из микрокольца в волновод, который, значит, располагается в достаточно близком расстоянии от такого микродиска. Понятно, что когда размер прибора уменьшается, то, и был вопрос по этому поводу, различные периферийные эффекты начинают играть существенную роль. То есть поверхность всегда является областью, отличной от объема кристалла. На ней есть оборванные связи, за счет этого есть безозлучательная поверхностная рекомбинация. И когда размер становится сравним с диффузионной длиной, то есть электроны и дырки могут приходить на эти дефектные области и там рекомбинировать безозлучательно. Это является огромнейшей проблемой для приборов с традиционной активной областью, например, с квантовыми ямами, поскольку там латеральная миграция, то есть движение электронов и дырок ничем не ограничено. Вот ключевой особенностью тех приборов, которые мы разрабатываем, является применение в качестве активной области массивов квантовых точек. То есть квантовая точка представляет из себя, по сути дела, островок более узкозонного полупроводникового материала в матрице более широкозонного. В этом островке, как в потенциальном ящике, сидят электронные дырки. Они не то чтобы не могут, но им трудно оттуда вырваться. И это означает, что если туда попала электронная дырка, им гораздо более сложно прибежать на вот эту дефектную поверхность. За счет квантовых точек достигается возможность преодолеть вот это ограничение, связанное с дефектностью поверхности в приборах малого размера. Ну а тут приведена микрофотография самых первых островков, которые наблюдались при эпитаксии, при эпитаксиальном осаждении инди-мышейка в данном случае. То есть материала, рассогласованного по параметру кристаллической решетки по отношению к матрице, по отношению к арсениду Галли. А это вот тоже несколько снимков из первой статьи. Вот она была на русском языке, опубликованном журнале «Физика и техника полупроводников», где впервые наблюдалась лазерная генерация за счет применения в активной области таких островков. Конечно, тогда речь шла об обычных макролазерах, то есть лазеров большого размера. И уникальность этих лазеров заключалась не в конструкции лазера как таковой, а в том, что применяется новый вид активной области – квантовые точки. А это инжекционный, уже не подоптическая накачка, а инжекционный лазер, в котором также впервые наблюдалась генерация через квантовые точки. Ну вот на сегодня довольно много технологических приемов управления свойствами квантовых точек разработано. В основном за счет эпидексиального синтеза и, значит, отдельных трюков при эпидексиальном синтезе. В качестве примера я привожу возможность управления длиной волной квантовых точек на основе одного и того же материала – индимушьяка. Вот так, кстати, выглядят или примерно так выглядят квантовые точки. То есть это не математическая точка, а это, значит, вполне себе обладающий определенными размерами объект. Но его размеры таковы, что они сравнимы с характерной длиной, на которой происходит квантование электронов и дырок. То есть это порядка нескольких десятков нанометров латеральный размер и несколько единиц нанометров вертикальный размер. Ну вот, возвращаясь к этому графику, видно, что меняя ширину запрещенной зоны матрицы, которая окружает квантовые точки, ну, например, помещая в алюминий галлий-мышьяк или, например, помещая в индигаллий-мышьяк, согласованный с фосфитом Индия, можно в широких придерах варьировать длину волны излучения. Ну, почему это важно? Это означает, что сами квантовые точки мы можем формировать в неком оптимальном режиме, например, который обеспечивает наиболее высокую однородность размеров, одинаковость точек между собой, ну и так далее. То есть существуют как бы способы управления характеристиками квантовых точек. Вот то свойство, которое я вам говорил, квантовых точек, локализация носителей заряда, вот впервые она наблюдалась вот в этой, была продемонстрирована вот в этой работе, уже, значит, сколько, 16 лет прошло с момента ее публикации. Только сейчас, ну, так стали люди понимать, важность именно вот этого аспекта. Что было сделано? Он формировался за счет травления лазерного гребешка. И это травление было либо мелким, то есть таким, что стенки травления не проходили сквозь активную область, либо глубоким. Ну и в обычной структуре с квантовыми ямами вот это глубокое травление узкого полоска приводит к тому, что, значит, характеристики гибнут за счет беззлучательной рекомбинации. А в данном случае вот наблюдалось, что характеристики не только не ухудшаются, а наоборот улучшаются за счет того, что здесь уже позитивный эффект вот локализации тока, протекающего через полосок, наблюдается. То есть это вот прямое доказательство того, что приборы на основе квантовых точках, ну, скажем так, при определенных условиях могут допускать глубокое травление и не бояться поверхностной беззлучательной рекомбинации. А это вот уже сравнительно недавние результаты, полученные нами в 2015 году. Это инжекционный микродисковый лазер. То есть вот так вот он выглядит. Это довольно глубоко травленная меза с диаметром, ну, в данном случае диаметр 30 микрометров, верхний контакт, нижний контакт через подложку. И вот такая простая структура, вот оказывается, что она работает при температурах довольно высоких. Ну, вот в данном случае характеристика свет-ток демонстрирует, что генерация происходит вплоть до температуры 100 градусов Цельсия. Почему это важно? Потому что, ну, если мы говорим о возможности применения микролазеров в качестве, значит, элемента системы связи между электронными компонентами, электронные компоненты в процессе работы греются, температура повышается, и, значит, соответственно, прибор оптически должен сохранять работоспособность, в том числе и при высоких температурах. Вот, а это, значит, недавно продемонстрированное доказательство того, что такие приборы могут быть не только температурно-стабильными, не только низкопороговыми, но и высокоэффективными. То есть для нас было большим удивлением, что КПД, то есть сколько света, выводится фактически из микролазера, который должен свет почти полностью локализовывать. Так вот, оказывается, что пиковый КПД таких приборов, ну, вот, значит, в эксперименте составлял 15%, что для микролазеров довольно много. Ну, а это показано, значит, что, на самом деле, довольно существенной проблемой, это упоминалось, является тепловыделение. То есть вот видно, что в приборах размером 30 микрон, за счет того, что, значит, тепловой контакт с подложкой лучше, чем в маленьких приборах, ну, вот и рабочая температура, в данном случае даже не 100, а 110 градусов. Но я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет именно уже о конечном физическом размере прибора. То есть 30 микрон – это уже вот не прибор, к которому надо добавить еще некую периферию, а это вот, значит, то, о чем… А вот, значит, 10 микрон – это тоже. Соответственно, размер прибора 10 микрон, и никакой периферии у него нет. Вот недавно мы продемонстрировали, что такие приборы позволяют… могут быть модулированы с большой скоростью. Ну, коль скоро речь идет о передаче данных, значит, надо излучение не просто в статике демонстрировать, а его, значит, с большой скоростью прерывать. Ну, в данном случае это не передача какой-то там, значит, информации, а некая симуляция этого дела, поскольку, значит, происходит малосигнальная модуляция, то есть это просто гармонически модулированным сигналом происходит накачка. Ну, вот видно, что частота, на которой эффективность падает на минус 3 дБ, то есть в два раза она составляет, ну, чуть больше 6 ГГц. Конечно, это не рекордное значение, но вот говорилось о том, что в векселя, значит, там 20 ГГц, и даже больше, но зато и прибор гораздо более простой, да, то есть это прибор, и потом, когда речь идет о передаче данных, значит, внутри чипа, ну, вряд ли, значит, там будут такие большие скорости, а тем не менее 10 ГГц, это означает, что 10 ГГц, ну, скорее всего, реализуемо. Понятно, что это надо показать, но это, как бы, следующий этап. Вот, ну, а это, значит, просто уже некая более подробная расшифровка, как с током, как при изменении тока меняется вот эта вот, значит, максимальная, ну, она нарастает. То есть тут так же примерно все происходит, как и в случае вертикально излучающего лазера. Вот, значит, когда появились только приборы с активной области на основе квантовых точек, лазеры большого размера, было много сомнений о том, что насколько они будут надежными, потому что квантовые точки формируются из материала упруго напряженного, и, значит, выражались опасения, что вот с течением времени эта релаксация упругих напряжений может приводить к деградации приборов. И в свое время нами было продемонстрировано, что лазеры обычной большей полосковой конструкции, значит, оказываются достаточно стабильными при повышенных температурах, значит. И вот за счет тестов при еще более высоких температурах была проведена экстраполяция срока службы, и оказалось, что она превышает миллион часов. То есть, значит, срок эксплуатации, оцененный статистическими методами, превышает, ну, это примерно, по-моему, если я не ошибаюсь, 114 лет. Ну, вот мы сейчас начали некие предварительные исследования надежности микролазеров, значит, лазеров размерами 30 микрон. Вот они при 40 как деградируют, и вот при 60. Ну, это, значит, пока что это самые предварительные наблюдения, значит. Но они показывают, во-первых, что прибор не гибнет, ну, в какие-то там короткие, значит, сроки. То есть, при повышенных температурах более 600 часов, это означает, что, ну, если, значит, вот скалькулировать, то оказывается, что, по крайней мере, несколько тысяч часов срок службы как минимум. Ну, более серьезные, значит, исследования покажут, какой на самом деле срок службы у таких приборов. Переходя ко второй части моего доклада, к приборам на основе кремния. Значит, я хочу тут подчеркнуть, что это существенная проблема. Создание лазеров на кремниевых подложках является серьезной проблемой. Ну, сам кремний не светит в силу того, что он является непримазонным материалом. Поэтому наиболее такой естественный, но трудный путь – это создание материалов А3Б5 на кремнии. Значит, вот выращивается А3Б5 на кремнии, потом создается лазерная структура. Какие проблемы? Ну, первая проблема заключается в том, что рассогласование кристаллических решеток. Да, то есть это просто упругие напряжения, но, значит, с момента вот самых первых экспериментов на А3Б5 на кремнии люди разработали довольно много способов по преодолению вот этого вот рассогласования. Это группа, значит, так называемый метаморфный рост. То есть когда на подложке, отличающейся по размеру кристаллической решетки, удается формировать достаточно хорошего совершенства кристаллического слои. И, в общем-то, эта проблема более-менее решена за счет релаксации упругих напряжений, создания неких там дополнительных слоев или этапов роста, которые приводят к тому, что прорастающие дислокации, значит, загибаются с интерфейсными дислокациями. Поэтому можно сказать, что вот эта проблема, ну, скажем так, более-менее решена. Гораздо более серьезную проблему представляет разница коэффициентов теплового расширения кремния и материалов А3Б5, например, рассеяние дегалия. Ну, что такое разница показателей теплового расширения? Это означает, что при изменении температуры возникают механические напряжения, которые могут приводить к растрескиванию прибора. Ну, вот эта вот микрофотография, не знаю, насколько это хорошо видно. Видно, значит, вот такие микротрещины наблюдаются. Это лазерная пластина, лазерная структура А3Б5, выращенная на кремниевой подложке. Ну, вот, значит, тут что можно сказать? Ну, практически с этим бороться невозможно, но если размер прибора маленький, то микротрещины просто в него не попадают. То есть вот характерный шаг, с которым эти микротрещины идут, он составляет 50-100 микрон. То есть если мы делаем прибор размерами 30 микрон или меньше, то вероятность того, что в него он будет, значит, сформирован на хорошем участке, достаточно высока. Ну, и, наконец, еще одна существенная проблема заключается в разности полярности. То есть кремний – это материал, у которого все атомы одинаковые, поэтому, значит, у него полярности не существует. Арсенит галя, например, это материал, у которого есть атомы третьей группы, атомы пятой группы. И когда начинается рост на кремний, важно, с чего он начинается. Либо галя-мышьяк-галя-мышьяк-галя-мышьяк, либо мышьяк-галя-мышьяк-галя-мышьяк-галя. Если такие два домена начинаются по-разному, а потом они соединяются, то место их соединения – это дефект. Ну вот, значит, существует разного рода тоже эпидексиальные ухищрения, которые заставляют расти монодоменному А3Б5. Ну вот, не буду тоже подробно их излагать. Это либо рост на профилированных подложках, либо, как правило, это рост на отклоненных, слегка отклоненных от точного подложка. И тогда, значит, террасы, которые образуются на поверхности роста, заставляют расти однодоменной структуре. А это, например, иллюстрируется, как действуют дислокационные так называемые фильтры. Ну так авторы этой конкретной идеи их называют. То есть каждый раз, когда в буфер вставлена упруго напряженная квантовая яма, происходит заворачивание части прорастающих дислокаций. Они становятся интерфейсными, то есть выше они не прорастают. И вот, значит, плотность дислокаций удается снизить до 10 в 6 на квадратный сантиметр. Конечно, это чудовищно большая цифра, если речь идет о высококачественном материале А3Б5. И прибор на квантовых ямах, скорее всего, работал бы очень плохо. Но для квантовых точек эта плотность дислокаций является не такой уж трагической. Потому что квантовых точек на слой примерно 10 в десятый на квадратный сантиметр. А дислокацией 10 в шестой. То есть это означает, что всего лишь каждая одна десятитысячная квантовая точка, через нее проходит дислокация. Она только погибла, а все остальные работают нормально. За счет того, что другие квантовые точки не знают, что происходит у ее соседа. Там электронные дырки живут, сидят в них. Вот. И, значит, вот на этом графике показано то, как эволюционировала пороговая плотность тока полупроводниковых лазеров. Опять же, пока еще только речь идет о макролазерах. Это вот квантовые ямы, это квантовые точки, а это вот приборы квантовые точки, но уже на кремнии. Не на Арсениде Галле, а на кремнии. И видно, что вот есть образцы, которые демонстрируют пороговый ток, схожий как бы со своими аналогами, но выращенных на родной подложке. То есть прогресс в этой области, в области роста А3Б5 на кремнии за последние годы разительный. Вот. А это, значит, ну, схематическое изображение, а это микрофотография скола, вот микролазера, созданного на основе структуры А3Б5, синтезированной на кремнии. Ну, во-первых, значит, видно, что никаких там трещин не существует. Квантовые точки тоже выглядят, как обычно, значит, дислокации в явном виде тоже, хотя, конечно, нельзя сказать, что их нет полностью, да, но они, значит, не являются такой доминирующей проблемой. И по своим характеристикам оказывается, что вот этот пороговый ток, в зависимости от диаметра, для микродисков на кремнии, для микродисков на арсенитегале, видно, что они сравнимы. То есть это означает, что вот эта конструкция может быть применена и в том числе для такого востребованного направления, как микролазеры на кремнии. Вот. Ну, вот я тут демонстрирую снова, что это такое. Это интенсивность излучения, а это ток накачки. Ну, вот когда такой происходит резкий подъем, это как раз лазер преодолевает порог генерации, то есть начинается генерация. Ну, вот видно, что в микролазерах на кремнии генерация достигается вплоть до 60 градусов Цельсия. То есть при 75 уже такого подъема нет. Ну, это, значит, есть некая задача, которую предстоит преодолеть, поскольку мы видели, что на арсенитегале 100 и 110 градусов возможно, но в то же время это не такая уж большая проблема. Ну, вот как выглядит спектр генерации, видно прекрасно одномодовая генерация, а вот это вот, значит, боковая мода, которая довольно сильно подавлена. Тут, значит, коэффициент подавления боковых мод, ну, он составляет примерно 25-30 децибел, то есть примерно в тысячу раз они подавлены. Что-то там опять перестало листаться. Можно попросить? Ага, вот. Это, значит, слайд не из нашей работы, это, значит, работа, выполненная, ну, вот, Боерс, группа Боерса. Это, по сути дела, тоже демонстрация того, что микролазеры могут модулироваться с достаточно высокой частотой, в том числе и на кремнии. Вот, значит, они модулировали кольца, изготовленные из структуры 3B5 на кремнии, и получили частоту модуляции, ну, тоже, примерно, как и мы, 6 ГГц. Вот. Ну, и в заключение тут, значит, несколько слов по поводу стабильности длины волны излучения от тока. Почему это важно? Ну, потому что, значит, когда происходит увеличение тока, то желательно, чтобы длина волны излучения не сдвигалась, ну, или сдвигалась незначительно. Ну, вот видно, что в микродисках диаметром 30 микрон практически этот эффект отсутствует за счет того, что тепловое сопротивление достаточно хорошее, низкое, и причин для разогрева особых нету, потому что, значит, сопротивление электрическое невысокое. Вот в данном случае тут перегрев составляет единицы градусов, а вот в приборах меньшего диаметра там уже может достигать 20 или 30 градусов Цельсия, что, в принципе, тоже не так уж критично, поскольку прибор сохраняет работоспособность, как мы видели, ну, вот до 60 или даже до 100 градусов Цельсия. А это тепловое сопротивление, как функция диаметра для приборов на Арсений Дегаля и на Кремнии, видно, что они совпадают. То есть, с этой точки зрения, как бы, Кремнии не представляют существенных проблем. Вот, ну, и еще тоже пару слайдов под конец. Это тоже микролазеры, наверное, были изготовлены на основе структур, синтезированных на Кремнии, но в качестве активной области применялись квантовые ямы. То есть, вот, дефектность с точки зрения кристаллического совершенства этих структур была не такой уж плохой. То есть, тоже мы видим, что вот квантовые ямы не пронизаны, да, значит, дислокациями, интерфейсы достаточно гладкие. Но пороговый ток в этих структурах, вот он показан синим, вот он почти в 30 раз был выше, чем в таких же аналогично созданных приборах, но только с активной областью на основе квантовых точек. За счет чего? Ответ простой. За счет того, что электронные дырки бегают по квантовой яме, вот по этим прекрасным интерфейсам и достигают стенок травления, и там гибнут. Или, если есть пронизывающая дислокация, они туда прибегают, и там гибнут. То есть, в этом смысле, как бы, высококачественность с точки зрения кристаллического совершенства еще не гарантирует высокое оптическое совершенство структуры. Ну и, значит, подводя итог, я бы хотел сказать так, что микродисковые и микрокольцевые лазеры – это есть некое заманчивое предложение для применения в системах оптической передачи данных на короткие и сверхкороткие расстояния, в том числе, когда используется кремниевая электроника. То есть, это некая возможность интегрировать оптическую связь и кремниевую электронику. При этом, сама технология изготовления довольно простая. Тут, не знаю, насколько мне удалось это показать, никакие сложные технологические приемы не используются. Сама эпитексиальная структура, она не включает в себя таких вот сложных, ну или, по крайней мере, непростых шагов, как толстые бреговские отражатели, какие-то оксидированные апертуры. Она, по сути дела, такая же, как и для обычного Эджемитинг лазера. Нет каких-то здесь шагов, связанных с пассивацией, защитой граней и так далее и тому подобное. По сути дела, берется эпитексиальная структура и делается глубокое отравление. Вот, ну вот, значит, такой не слишком сложный прибор, он позволяет достигать высокотемпературной генерации и позволяет реализовать высокую скорость модуляции, в том числе и на кремнии. Ну вот эти заключения я уже сделал. Но это вот список, значит, организаций, которые участвовали в той или иной степени в разных направлениях в этой работе. Спасибо большое, благодарю вас за внимание. Ну и пользуясь случаем тем, что я и ведущий, и докладчик, то, значит, я вот предлагаю вам задавать мне вопросы, если у вас они возникли. Пожалуйста. Значит, то, что я показывал картинку, то, что я показывал картинку, это микротрещины. То есть это трещины, это трещины, да. Ну, они квазипериодические, они квазипериодические. И там, ну вот, если посмотреть на достаточно большой кусок, видно, что они идут там где-то вот с шагом каким-то более-менее одинаковым. Потом. По сути дела, да. Но эта вот эпидоксиальная структура, она имеет толщину, ну, я бы сказал так, примерно 5 микрон. 5-6 микрон, а 3Б5 синтезированную на кремнии. Еще вопросы? Пожалуйста. Ну, значит, у квантовых точек есть такое свойство, да, как мы убедились, локализовывать носители заряда. В этом смысле, чем больше длина волны излучения при той же самой ширине запрещенной зоны матрицы, тем больше энергия локализации. Ну, это понятно, да, что меньше ширина запрещенной зоны активной области, то есть большая длина волны излучения, означает, что разница по ширине запрещенной зоны между активностью и матрицей становится больше. Чем больше эта разница, то есть чем длина волны квантовой точки, тем, как правило, прибор лучше, потому что, значит, меньше носителей заряда выбрасывается из квантовых точек, попадает в матрицу. С другой стороны, если мы хотим увеличивать длину волны излучения, нам надо больше Индия, да, или там большего размера квантовые точки делать, чтобы размерное квантование было не таким сильным. Это увеличивает упругое напряжение между активной областью и матрицей. И поэтому мы не можем, например, ну или сложно сделать сколько угодно большую длину волны, хотя сам по себе Индий Мышьяк, он имеет ширину запрещенной зоны 0,35 электрон вольта. То есть, если бы он был как бы ненапряженным, то мы могли бы, получается, 1,24-0,35, 4 микрона получить длину волны излучения. Но, тем не менее, то, что получается стабильный и с хорошим качеством, это длина волны при комнатной температуре, ну, не превышающая, скажем так, 1,32 микрометра. Если речь не идет о использовании переходных бетаморфных буферных слоев. Вот. Второе, конечно, это однородность массива квантовых точек, то есть он должен быть, по возможности, однородным. Вот. Ну и какие-то дефекты, которые, значит, не возникали бы на этапе эпитексиального синтеза. Это была проблема на начальных этапах, когда только квантовые точки создавались. Но сейчас, как правило, значит, они выращиваются таким образом, что стабильные квантовые точки не привносят дефектов. Или, по крайней мере, они не являются доминирующими. Ну, наверное, да, последний, давайте, пожалуйста. Да, значит, конечно, при импульсной накачке все несколько лучше, да, потому что, значит, ну, хотя бы потому, что нагрев происходит не в течение всего времени, да, значит. Но если мы говорим о том, что прибор должен использоваться для передачи информации, как это работает, он смещается в некую рабочую точку током смещения, и вокруг нее, значит, больше-меньше происходит амплитудная модуляция. То есть, несмотря на то, что прибор модулируется, через него все время протекает постоянный электрический ток. Поэтому, значит, прибор должен работать при протекании через него электрического тока постоянного. Поэтому большинство характеристик, которые здесь демонстрировались, были исследованы при непрерывном режиме работы. При этом мы не применяли какой-либо системы термостабилизации. То есть, вот, приборы были помещены на держатель, на теплоотвод, но мы не применяли пельтье охлаждения, да. То есть, это так называемый, значит, анкулт. То есть, это вот означает, что вот непрерывный режим работы при комнатной температуре без принудительного охлаждения и температурной стабилизации. Вот, и вот, значит, в таком режиме, то есть, когда он работает при температуре держателя 100 или 110 градусов Цельсия, реальная температура активной области больше. Вот, значит, вот, да, ну, это самый последний вопрос. Давайте. Значит, ответ такой, что на самом деле, сейчас, значит, есть, ну, во-первых, не так все, конечно, просто, и, конечно, квантовые точки друг друга чувствуют. Во-вторых, значит, не все квантовые точки вносят вклад в лазерную генерацию. Значит, ну, вот, не знаю, значит, есть такое понятие однородное уширение, есть понятие неоднородное уширение, да. То есть, если бы квантовые точки были бы все бы идеально одинаковые, чего на самом деле не происходит, то они бы, значит, могли бы чувствовать друг друга в пределах однородного уширения. И это однородное уширение, на самом деле, не такое уж и маленькое. То есть существуют на этот счет разные мнения, но большинство людей сходится, что при комнатной температуре однородного ширения квантовых точек составляет единицы миллиэлектрон вольт. Но в большинстве случаев ансамбль квантовых точек более неоднородный за счет того, что островки разные по форме, по размеру, по химическому составу и так далее и тому подобное. То есть ширина линии фотолюмиэсценции квантовых точек, как правило, составляет примерно 30 мев при комнатной температуре. И то, что она почти не зависит от температуры, как раз и говорит о том, что вот это мы видим именно распределение квантовых точек по ансамблю. Отсюда мораль такая, что не все квантовые точки дают вклад в лазерную генерацию. В некоторых происходит рекомбинация, но она как бы просто в спонтанном режиме. Но на самом деле, чисто идеологически, если нет каких-то эффектов, которые ограничивают температурных и так далее, то ведь любое количество активного вещества может какую угодно мощность излучить. То есть ограничение тут связано только с тем, как быстро подводятся электронные дырки к этой активной области, чтобы их в достаточном количестве поставлялось. Это вот так называемое нелинейное насыщение усиления. Ну, это ладно, отдельная тема разговора. Хорошо, спасибо большое за ваши вопросы. На этом я оставлю жирную точку. И мы переходим к следующему нашему мероприятию. Это презентация в лифте. У меня есть некий список, и я буду, сидя в зале, из этого списка докладчиков вызывать. И буду говорить, кому следующий вопрос. Это делается для того, чтобы нам максимально ускорить нашу работу. Значит, коллеги, там загружены, да, доклады? Значит, давайте тогда я пока еще стоя на этой трибуне скажу, кого я вызову первым и кто будет следующим. Ага, вот все правильно. Значит, Томилина Ольга Андреевна будет первой, а Шумилин Александр Иванович будет за ней следом. Пожалуйста. Добрый день. Значит, я представляю исследование на тему структурной декомпозиции пленок при термоактивной грануляции. Ну, исследованы пленки золота при термоактивной грануляции, исследована их временная... Я прошу прощения. Значит, изменения при отжиге при разных временных показателях. Также исследованы пленки при разной температуре у отжига, исследованы их размер, изменения, в зависимости от изменения температуры и времени. Значит, также происследована пленка золота с градиентом фигенной толщины. Мы пронаблюдали перкальзионный переход от самой толстой части пленки к тонкой и проследили, как изменяется структура пленки при термоактивной грануляции. И смогли пронаблюдать перкальзионный переход. Кому интересно, номер моего постера 1.6. Продолжение следует... Добрый день. Александр Шумилин. Саратовский технический университет имени Гагарина. Тема... Один. Тема исследования механических характеристик пленки... Нанесенную на кристалл... Зачастую, когда наносят пленки оксида алюминия на какие-либо монокристаллы, исследуют их оптические свойства, которые интересны для оптического применения, диэлектрические свойства. Но если пленки наносят на кристаллы, обычно не исследуют их механические характеристики. То есть устраивают людей то, что они достаточно прочные, хорошая адгезия, там достаточно высокая твердость. И на этом останавливаются. Мы на этом не остановились. И исследовали именно механические характеристики данной пленки. И получилась так слоистая система этой пленки, нанесенной на акуста и оптопровод из необатолития полированного. Что мы получили? Оказывается, что твердость этих пленок может достигать очень хороших значений. Вот если посмотреть на этот график, то мы увидим, что твердость достигает при толщинах пленок 80-160-240 нанометров. Твердость при нагружении, при исследовании над индиницированием достигает величин 22-32-20 гигапаскалей. То есть это соответствует структуре оксида алюминия, которая вырастает в альфа-фазе. То есть это твердая термостабильная термоустойчивая фаза. Что здесь прекрасного для нас? То, что эта фаза устойчивая и то, что она очень твердая. Кристалл необатолития имеет твердость порядка 5-12 гигапаскалей при измерении над индиницированием в зависимости от среза. И поэтому такая пленка будет очень хорошо его защищать от каких-либо механических воздействий. К сожалению, я должен вас перебить, потому что не надо излагать полностью свою работу. Ладно? Иначе мы... Есть еще время? Ну, фактическое времени уже больше нет. То есть измерим механические... Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Халав Хиам. Тогда следующий, пожалуйста, Гущин Сергей, а Тамилин Сергей будет за ним. Гущин Сергей. Добрый день, уважаемая часть конференции. Тема доклада была представлена. Но к настоящему времени оконняционная лимонофорда находится широкое применение в различных mak blessing науке и технике в качестве визутированных библоизоляторов, беоимиджных, солнечной энергетики, температурных сенсорах, фотоапевтических терапий, защитой информации, денежных средств. Но к настоящему времени имеется большое количество работ, посвященных в исследовании атомайционной лимонесценции при возбуждении в области 1 мкм. Но работ, посвященной следственной атомайционной лимонесценции при болельни наволновом возбуждении в области 1,5 мкм, было обнаружено меньше. Поэтому нами стало интересно данное направление. Так, в данной работе объектами исследовались статаридные люминофоры кальций-2-2-ярби и стронций-2-ярби тулей. Данные люминофоры привлекательны тем, что они обладают некоторыми особенностями. Это низкая энергия фоанона, склонность ионов-активаторов к образованию кластеров и введение значительных концентраций к земельных ионов. Так, нами были исследованы люминофоры кальций-2-ярби. Максимальное значение энергетического выхода было получено 4%. Также мы исследовали люминофоры статаридные люминофоры кальций-2-ярби тулей с целью решения экспертного диапазона преобразования. Для него максимальное значение энергетического выхода люминофора составило 4,4%. Но, как видно из полученных данных, исследование люминофоры является перспективным материалом для использования их в качестве визуализаторов лазерного излучения и в солнечной энергетике для повышения КПД солнечных батарей. Пожалуйста, Сергей Томилин. Следующий Яичук Владимир. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Томилин. Я представляю Крымский федеральный университет. В своем исследовании мы занимались изучением того, как влияет резонанс в плазмонной подсистеме на магнитооптические эффекты в тонких пленках ферритов-гранатов. Значит, магнитооптический эффект в нашем случае это был эффект Фарадея. И что мы обнаружили? Что магнитооптическая петля гестерезиса в области плазмонного резонанса испытывает вертикальный сдвиг вот такой. Что, в принципе, явилось для нас неким таким открытием. Мы данные явления исследовали как в монохроматическом спектре путем снятия магнитооптической петли гестерезиса, так и спектральные особенности данного эффекта. Ну, а в чем суть данного эффекта и зачем это все нужно, думаю, мы обсудим возле постера. Всем спасибо. Спасибо. Номер постера 4-6. Пожалуйста, Ячук Владимир, а следующий Минулин Рамиль. Здравствуйте. Тема его исследования это интерфейсные слои тонких пленок нитридной ниобе. В результате исследования тонких пленок толщиной 5-10 нанометров мы обнаружили переходные слои между оксидом нитридной ниобе и между подслойкой. Почему важно знать переходные слои? Потому что у них отличается фаза от объемной фазы нитридной ниобе, что влияет на свойства сверхпроводимости. Более подробно вы можете ознакомиться на стенде. Стенд номер 4-9. Спасибо большое. Минулин Рамиль, а следующий будет Машинский Константин. Добрый день. Тема нашего исследования это полное отражение инфракрасной волны от одномерного фотонного кристалла. Структуры, которые мы исследуем, это периодически расположенные кремниевые нити с круглым или квадратным, прямоугольным профилем сечения метод, который мы используем, называется метод матричного уравнения Рекати. Решая эти уравнения численно, в программе, которую мы разработали, получаем следующие результаты. В некоторой области спектра оказалось, что отражение от структуры достигает 100%. Периоды этих структур подобраны таким образом, чтобы максимум достигался на длине волны 1,55 мкм. Ширина или радиусы нитей влияют на ширину пиков. Типичная плотность упаковки для структур порядка 5%, что означает, что мы имеем полное отражение практически от пустого пространства. Подробнее можно ознакомиться у постера номер 412. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Машинский Константин, следующий Трофимов Павел. Машинский Константин, следующий Трофимов Павел. На левом рисунке. Это может быть применимо для создания элементной базы для микроэлектроники. Такие одноправленные волны. Мы смогли добиться 72% преобразования мощности падающей на структуры Тергерсовой волны в мощность бегущей в одну сторону, в одноправленной плазменной волны. С помощью эффекта фабри-перо. Больше информации вы можете увидеть на постере 419. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, не надо выключать микрофон для следующего. Значит, пожалуйста, Трофимов Павел, а следующий Смирнов Максим. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Павел Трофимов. Я представляю университет ДМО. Я хотел бы представить нашу работу, посвященную перестраиваемым фотонным устройствам на основе кремния и материалов с изменяемой фазой. Известно, что метаповерхности позволяют реализовывать компактные фотонные устройства, которые могут заменить объемные устройства. Однако функциональность таких устройств зафиксирована на этапе фабрикации. Эту проблему можно исправить, включив такие устройства, материал с изменяемой фазой, который позволяет динамически менять общеческие свойства таких приборов. Можно следующий слайд? В качестве реализации такой концепции мы экспериментально и численно проверили функциональность устройства на основе кремния и субволновыми включениями GST. Видно, что оно работает как фильтр, переключаемый между фильтрацией, между отражением одной длины волны и двух длин волн. Также мы показали, что переключение между этими состояниями может быть реализовано очень плавно с помощью переключения фазы GST фемтосекундными лазерными импульсами. Спасибо. Слушайте, не уловил, что такое GST? Еще расскажите, пожалуйста. GST это материал с изменяемой фазой, у которого наблюдается большой контраст оптических свойств, который позволяет реализовать такую большую разницу между оптическими свойствами этого поверхности. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, Смирнов Максим, а следующий Богданов Олег. Следующий слайд. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю Казанский квантовый центр при КНИТУКАИ. Представляемое исследование посвящено исследованию оптических свойств азот-дефектов типа азот-вакансия в кристаллах алмаза. Вот уже на протяжении двух последних десятилетий центры азот-вакансии или, попросту говоря, НВ-центры привлекают внимание многих исследователей благодаря их оптическим свойствам, свойствам фотолюминесценции, фотостабильности, а также применением в качестве различных наноразмерных сенсоров, сенсоров температуры, сенсоров электрических и магнитных полей. Данные центры имеют два зарядовых состояния, так называемые НВ-0 и НВ-, которые различаются по своим оптическим свойствам. И для всех вышеперечисленных применений очень важно знать динамику данных состояний и возможности знать пути для управления этими зарядовыми состояниями. В частности, в представляемой работе на стендовой сессии изложены предпредварительные данные по изучению возбуждения различных зарядок состояний НВ-центров, используя инфракрасное фемтосекундное лазерное излучение. Данные представляемые исследования могут быть полезны для применения таких структур в качестве биомаркеров, поскольку позволяют избавиться от автолюминесценции и также избавить от излучений в видимой области, которые очень губительны для живых клеток. Спасибо. Спасибо большое, Максим Александрович. Пожалуйста, Богданов Олег, следующий, Салемгореев Дмитрий. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Олег Богданов. Я из Санкт-Петербургского технологического института. Тема нашей работы – спектрально-люминесцентные свойства вторфосфатных стекол с низким содержанием фосфатов стекла, активированные парой Эрби и Терби. В нашей работе мы поставили перед собой задачу исследовать влияние концентрации Эрби при постоянном содержании Терби на спектрально-люминесцентные свойства. Были измерены показатели преломления, спектры излучения, рассчитаны многие параметры теоретически, используя теорему Джада-Офельда. Наши стекла, отличительная особенность их заключается в том, что они преимущественно находятся на фторидной основе, и, соответственно, у них низкая пропускаемость как видимым, ближним инфракрасным и ультрафиолетовым диапазоне. Все остальные вопросы у слайда. Слайд 0.4.34. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Салемгореев Дмитрий, следующий Дягилева Дарья. Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, меня зовут Салемгореев Дмитрий, представляю доклад моделирования инфракрасных потонокристаллических световодов из кристаллов системы, указанной на слайде. В настоящее время в силу хорошо изученного спектрального диапазона от 0,2 до 2 микрометра, где применяются кварцевые световоды, перспективным является развитие среднего инфракрасного диапазона от 2 до 50 микрометров. В нашем центре инфракрасных волоконных технологий в Уральском федеральном университете были разработаны новые кристаллы системы Agentum Bromker S5, выращены кристаллы, и из них методом экструзии можно изготавливать различные световоды, различные структуры. Определены показатели преломления и проведено моделирование фотонокристаллических световодов в программах ComSol Multifixx, различных структур. Найдены структуры и оптимальные составы световодов фотонокристаллических, работающих в одномодовом режиме. Более подробную информацию можете найти на слайде 4.35. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Дягилева Дарья, следующий Чернов Максим. В современных исследованиях часто используются квантовые точки в качестве вставляющих гибридных материалов, но во многих областях применения, например, на биотехнологиях, коллоидные квантовые точки неприменимы, поэтому необходимо создание именно гибридных структур. Поэтому работа посвящена изучению квантовых точек в тонких пленках. Нами был изучен такой эффект, как двухфотонное поглощение. Были измерены кинетики люминесценции. Также был опробирован новый способ измерения сечения двухфотонного поглощения при использовании модели сечения двухфотонного поглощения. Также был исследован такой эффект, как усиление бекситона и люминесценции при взаимодействии квантовых точек и плазмонных наночастиц в таких гибридных структурах с резонансно-перекрывающими спектрами. И было показано, что при их взаимодействии резко усиливается бекситонная люминесценция, и квантовый выход бекситона составлял 10-30% от квантового выхода бекситона. Также это объясняется эффектом Парсела об ускорении излучательной рекомбинации. Спасибо большое, Дарья Владимировна. 4.43. Да, там продолжим обсуждение. Пожалуйста, Чернов Максим, следующий Рахманова Гульнас. Это не Чернов Максим? Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Чернов Максим. Тема моей работы представлена на данном слайде. Можно дальше? В настоящее время одним из самых применяемых материалов в различных направлениях являются полимеры. В моей работе, благодаря методам экструзии и горячего прессования, был получен обконверсионный полимер. То есть это полимер с обконверсионными частицами, который способен преобразовывать лазерное излучение в ближнем и к диапазоне. Данный полимер за счет своей долговечности и возможности передания ему различных форм можно применять в качестве визуализаторов лазерного излучения, обконверсионных, скажем так, юстировочных мишеней. Также его можно применять для увеличения эффективности преобразования солнечных батарей. И можно, допустим, применять для создания теплиц со свето-преобразующим эффектом. Следующий слайд. Основные, скажем так, спектральные характеристики данного полимера вы можете увидеть на данном слайде. Если кому-то интересно, мой постер 444. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Следующий докладчик Рахманова Гульнас приготовится Леднев Максим. Здравствуйте, меня зовут Гульнас, и я выступлю на английском. My research is topological plasmon pluritone in a direct magnet helical state. H-magnet plasmons was considered in 1987 by Volkov and Mikhailov. We consider it another system where similar quasiparticles arise. Our system is a thin film ferromagnet in close proximity to a topological semimetral. Magnetization of ferromagnet is responsible for energy gap in the semimetral. Where ferromagnet has the main wall, energy gap in the semimetral is closed. Light polarized along the main wall can create topological plasmon polaritones. We studied properties of these quasiparticles, derived the dispersion equation, and simulated the experiment. We exited plasmon polaritones along the main wall using source of interrogated radiation, and the results were confirmed. So this system can be used to get optical imaging of the main wall structure of ferromagnets. Thank you for your attention. Thank you so much. Я забыл вам сказать, что у нас два языка рабочих конференций, русский и английский, поэтому, значит, кому как удобно может докладывать. Пожалуйста, Леднев Максим, следующий, Соколенко Богдан. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леднев Максим, я из Неомифии, и тема моего исследования представлена на слайде. Резонансное взаимодействие между светом и веществом предлагает большой интерес с исследователями благодаря возможности управляемым воздействием на фундаментальные свойства материи. Самым распространенным методом для получения взаимодействия с это вещество является помещение ансамбля молекул внутри резонатора. При этом важным является моделирование свойств оптического резонатора для интерпретации экспериментальных данных. В данном исследовании представлена соответствующая модель для перестраиваемого микрорезонатора, ранее разработанной нашей группой. Следующий слайд, пожалуйста. Полученные с помощью модели спектры пропускания резонатора хорошо согласуются с экспериментальными. Также были рассчитаны пространственные распределения электромагнитных мод. Рассчитанная величина модового объема оказалась на три порядка меньше, чем у типичных плоскопараллельных резонаторов, используемых в исследованиях взаимодействия с это вещество, что может позволить в будущем исследовать широкий спектр материалов в режиме сильной связи. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Соколенко Богдан, следующий Буткин Иван. Здравствуйте. Представляю вашему вниманию доклад об оптическом захвате и манипулировании микрообъектами с помощью бутылочных лазерных пучков в приложении к оптической цифровой голографической микроскопии. Данная основная задача это создание, разработка гибкого, настраиваемого метода бесконтактной и неинвазивной технологии взаимного расположения микрообъектов, например, биологического происхождения в области наблюдения. Данное исследование демонстрирует способ создания и управления оптическими ловушками как система лазерных пучков используя одноосный кристалл, воспроизводящий оптический вихрь в сложной структуре оптического поля, позволяющий позиционировать микрообъекты. Цифровая голографическая микроскопия позволяет визуализировать эти объекты. Если интересна данная работа, я приглашаю на постер 4.54. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Буткин Иван, следующий, Ашуров Матин. Добрый день. К сожалению, Буткин не смог приехать. Моя фамилия Климен Сергей, я представляю Институт спектроскопии. Работа выполнена совместно с Кубанским госуниверситетом. Она посвящена исследованию новых кристаллов. Это барий, галлигерманиевые, селениды. Хочу сказать, что они появились буквально совсем недавно. 7 лет назад были впервые синтезированы в лаборатории. И подчеркну также, что вот такие монокристаллы большого размера и хорошего оптического качества были впервые выращены именно у нас в стране, в России, в Краснодаре. Буквально пару лет назад. Вот они обладают уникальными нелинейными характеристиками и вкупе с высокой химической и тепловой стабильностью являются очень перспективными материалами для применения и уже нашли применение в лазерной технике. На данном постере мы изучаем впервые колебательные свойства кристаллов. Значит, нет нужды говорить, что фаноны, они важны, поскольку определяют область прозрачности. Видно, что фанонный спектр очень короткий. И также они важны для исследования, результаты фанонных исследований важны для исследования релаксационных процессов. Поэтому приглашаю вас на постер 457. Это на самом деле тут неправильная цифра указана. Также будут обсуждены некие интригующие моменты, связанные с распорядочением Гали Германевой под решетки и щелью спектра фанонных возбуждений. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Ашуров Матин. Следующий, Колокольников Илья. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моей работы называется синтез диоксид кремния, серебро, ядро оболочечных трехфатонных кристаллов для усиления комбинационного растения. Короткая схема работы представлена на слайде, то есть синтезируется монодисперсный микросфер диоксид кремния, потом на их поверхности адсорбируется аммиачный комплекс, потом восстанавливается этот комплекс, получается ядрооболочный тип микросферы, потом мы их самоорганизуем в виде трехмерного фотонного кристалла, потом изучаем равновеский сигнал от какого-либо красителя. В зависимости от диаметра этих микросфер, композитных микросфер, мы получаем фотонные кристалли, которые отражают разный цвет, соответственно равновеский сигнал от этих фотонных кристаллов представлен на слайде. Было обнаружено, что положение фотонной из общей зоны влияет на равновеский сигнал. Если кому-то интересно, подойдите к постеру 458. Спасибо большое. Пожалуйста, Колокольников Илья, следующий Мохов Алексей. Здравствуйте. Тема моего исследования статическое рассеяние для определения параметров частиц в растворах. Мы занимаемся разработкой методов и устройства простого и легко перестраиваемого для изучения индикатрицы рассеяния. Прямо сейчас мы изучаем рассеяние на сферических частицах. Постер, на самом деле, номер 461. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, вот эти цифры, которые здесь стоят, это номера, под которыми вы регистрировались, да, вот из-за этого, значит, тут некое... Пожалуйста, Мохов Алексей, следующий Журавлев Антон. По сути, меня зовут Алексей Мохов. Я вам хочу рассказать о приложении метода квантовых биений в сверхвысоком пространственном разрешении. Давайте представим систему, состоящую из двух атомов, в которой единожды возбуждена и помещена в магнитное поле. При варьировании магнитного поля мы получаем разные энергетические спектры, и здесь вы можете видеть картинки, которые отвечают... Ну, энергетические спектры, которые посчитаны с учетом диполь-дипольного взаимодействия и эффекта зимуала. И здесь вы можете видеть картинки для угла 0 градусов и 5 градусов между линией магнитного поля и линией, соединяющей атомы. Как вы видите, между антисимметричными и симметричными состояниями между парами возникает некоторый энергетический зазор. Собственно, здесь мы используем метод квантовых биений, который... Ну, чем больше зазор, грубо говоря, тем больше угол. И с помощью настройки при наблюдении за квантовыми биениями в эксперименте вот с такой схемой мы можем определить линию, которая соединяет эти два атома, ну, и некоторые другие характеристики, узнать о которых вы можете из пластера 4.70. Спасибо. Спасибо большое. Я прерву ход докладов, просто чтобы сообщить, что после вот этой элеваторной презентации мы сделаем групповое фото. я к тому, что, значит, прошу не разбегаться сразу же на лестнице, на выходе из университета. Пожалуйста, Журавлев Антон, а следующий Люк Синруи. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Журавлев Антон. Я представляю Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛТИ. Тематика нашего исследования это мониторинг состояния произведения искусства, именно картин, написанных масляной краской, при помощи технологии 3D-сканирования. Следующий слайд, пожалуйста. В нашей работе мы обозревали такое произведение искусства, как картину, находящуюся на экспозиции в Государственном артиллерийском музее. Мы использовали технологию, повторюсь, оптического 3D-сканирования. Данная технология позволяет получать информацию о геометрии поверхности объекта с высокой степенью точности. Эта картина висит в общем зале, она не находится в каких-то особенных условиях. Первое сканирование было проведено в 2014 году, повторное в 2019 году. С интервалом в 5 лет мы измерили один и тот же участок, а также уголы рамы. И следующий кадр, пожалуйста. И нами были получены результаты, характеризующие изменения в состоянии данного произведения искусства, а также рамы. Более подробно о технологии 3D-сканирования, ее применении в задачах сохранения предметов и памятников истории и культуры, я буду рад пообщаться на стенде 4.71. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Люк Синруэ, следующий, Войко Алексей. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Люк Синруэ. Я из Итмол университета. Сегодня я буду показать этот вопрос «Ньюэр Мирико» анализирует спектральный Хоганс-фильтр для пост-бродбанд терроризм радиации». Мы considered Хоганс-фильтр for a specific frequency lying within a broad spectrum of post-терроризм Мы can see the working принцип diagram. Мы consider two situations. Case A, планове терроризм, and case B Gaussian beam. So, after the mask, we can get intensity distribution at the plane Z equals to Z F. we can see this spectrum distribution after the mask, the spectrum is modulated by the mask and at the specific frequency 0.5 it significantly cut off. Thank you very much. Thank you very much for your brief introduction. Пожалуйста, Войко Алексей, следующий, Козий Андрей. Уважаемые коллеги, здравствуйте. В данной работе я проводил исследование численного моделирования процесса на углерожение титановых изделий в тугоплавном контейнере. В данной работе проводилось решение задачи электродинамики теплопроводности в специальном софте. Новизна работы является то, что в программе была введена функция, учитывающая тепловые потери, которые происходят при нагреве внутри контейнера. Это энергия, которая тратится на этот процесс весь, на углероживание. данная технология предлагается использовать для титановых изделий, которые работают в парах трения. Например, это эндопротезы. Данная работа находится на стенде 6,3. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Андрей Козий, следующий, Шлепаков, Павел. Павел. Здравствуйте, уважаемый участник конференции. Меня зовут Андрей Козий, МГТУ имени Баумана. В представленной на конференции работе направлено на изучение квантомеханических методов, их разработку для сдачи конструкторско-технологической оптимизации приборов наноэлектроники. В настоящей работе исследовался гетероструктурный субтергерцовый детекторный диод, построенный на гетероструктуре. Квантомеханические методы были применены к рассмотрению данной модели диода и было получено соответствие с экспериментальными данными. Далее, для учета технологических факторов производства были применены также разработанные алгоритмы. В результате была приведена технологическая оптимизация для заданных параметров прибора и для параметров приемки готового изделия. Спасибо. Спасибо большое. За Павел Шлепаков, следующая, Пермякова Ольга. Здравствуйте. Наша команда занимается разработкой быстрого электрохимического мембранного актуатора. Принцип его работы очень прост. К электродам прикладываются импульсы переменной полярности напряжения, производя электролиз воды. В камере генерируются пузыри водорода и кислорода, которые толкают мембрану вверх. Однако в процессе такого электролиза наблюдается быстрое разрушение электродов. Титановые электроды самые прочные, но они окисляются в процессе работы. И производительность актуатора падает. Повысить производительность можно путем изменения формы электродов. Мы протестировали четыре различные формы электродов. Некоторые из них показали интересные результаты. Подробности у постера 6-7. Спасибо большое. Пожалуйста, Ольга Пермякова, следующий Хабаров, Кирилл. Добрый день, Пермякова Ольга, я представляю Московский физико-технический институт и работа влияние влияние отжига ионной имплантации на напряжение формирования мемристерной структуры. Под мемристерной структурой понимается такая структура, в которой возможно резистивное переключение. В нашей работе резистивное переключение происходит в оксидной пленке, поэтому для изготовления данной пленки был выбран метод LD, то есть атомно-слоевое осуждение, потому что он позволяет получить наиболее комфортные однородные пленки, то есть с меньшим количеством дефектов, за счет чего структуры полученные и компоненты данных структур имеют наиболее похожие характеристики. Но так как малое количество дефектов плохо влияет на создание резистивного переключения, то необходимо как-то создать эти дефекты. Для этого были выбраны методы ионной имплантации и отжига. Как мы хотели добиться, напряжение формирования резистивное переключение было уменьшено за счет этих дефектов, но при этом другие пороговые напряжения были увеличены и также изготовление годных ячеек также уменьшилось. Спасибо. Спасибо. Мало что понял, но приду к вам послушать. сюда. Пожалуйста, Хабаров Кирилл, а следующий Егоров Иван. Всем добрый день. Меня зовут Хабаров Кирилл. Я также представляю Московский физико-технический институт. Я занимался исследованием лазерного спекания микроструктур, полученных путем осаждения серебряных наночастиц в сухой аэрозольной печати. Результаты данной работы могут быть применены в создании таких элементов, как солнечные батареи, 3D-микроконтакты и микросоединения, сенсоры. Эксперимент условно производился в два этапа. Сначала происходила печать образцов путем осаждения наночастиц, сформированных в методе импульсного газофазного разряда. Затем производилось их спекание, то есть исследовалось взаимодействие различных лазерных источников с нашими образцами. Кроме того, дополнительно могла производиться оптимизация наночастиц, то есть изменение их формы и размера. Результат спекания исследовался путем измерения удельного электросопротивления образцов. В результате было выяснено, что наилучшим сопротивлением обладают наиболее качественные результаты получаются путем спекания непрерывным лазерным излучением с большей длиной волны, а также было выяснено, что оптимизация наночастиц вносит существенный вклад в результат спекания. Всем спасибо. Мой стенд 7.3. Спасибо большое. Пожалуйста, Иван Егоров, следующий, Фомин Александр. Уважаемые коллеги, в данной работе мой коллега проводил исследование процесса получения слои системы сталь-титаноксид. В данной работе он на инструментальную сталь наносил титан, в дальнейшем который обрабатывали с помощью термохимической обработки в индукторе. Получалось градиентный слой с высокой твердостью. Данная технология будет использована при изготовлении металлообрабатывающих пластин. Данная технология опробована при токарной обработке хромистой стали. Спасибо за внимание. Пластер 7.7. Спасибо. Так, Фомин Александр, следующий, Кошкина Анна. Алло. Здравствуйте. Представляю работу Фомина Александра в коллективе, с которым мы ее производили. Значит, на Пуансоне было нанесено методом ПВД магнетронного осаждения цирконесодержащие покрытия и которые в дальнейшем с помощью оксидирования нагрева в индукторе на открытом воздухе получали оксидные слои этого покрытия. К чему это привело? Это привело к тому, что увеличилась степень выдавливания этим Пуансоном стали 45-листовой и достигло это увеличение порядка 40%. То есть на графике приведены в зависимости исследования выдавления с покрытием и без. Спасибо за внимание. Постов 7-8. Спасибо большое. Кокшина Анна. Следующая Васильева Ольга. Здравствуйте. Я представляю Чувашский государственный университет. Работа посвящена исследованию влияния углеродов в состоянии СП1, он же линейно-цепочный углерод, он же ЛЦУ, на свойства перехода шотки к ремни-кадмий. В ходе работы были исследованы структурные свойства, в частности проведена рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Результаты вы можете видеть на слайде. Также были исследованы фоточувствительные свойства данного перехода. И было показано, что линейно-цепочный углерод увеличивает фотоактивность на переходе к ремни-кадмий. И более подробно будет все показано на постере 7-14. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Васильева Ольга, а следующая Морозова Екатерина. Доброе утро. Я работаю с темпом, я рассказываю очень большим государственным институтом. Мои доклады это гидрофазный механизм в структуре самообразования наноуглеродных частиц в плаве. Итак, в высокотемпературном плаве образуются различные наноуглеродные частицы. Большой вклад высокотемпературные пламена, содержащие романтические соединения, такие как дифенил, нафталин, антрацент, способны образовать различные наноуглеродные структуры. Они образуются в форме различных нитей. Пума, это порист углеродные материалы, это различные тубы с наноразмерными ячейками и с внедренными в них оксидами магния. Можно следующий слайд? Мы провели химический анализ, рентгеноструктурный анализ, выявили картографирование, то есть расположение этих химических элементов. Подобные структуры имеют размеры от нано до микрометров. структуры используются в таких подобные нанообразования используются при изменении селективных способностей излучения пламен пиротехнических составов. Вот у меня все. Спасибо вам большое. Это 7.20. Спасибо. Пожалуйста, Екатерина Морозова, а следующая Тимкаева Диана. Здравствуйте. В экспериментальных работах Думса и его соавторов были уже исследованы работы квантового транспорта переноса электронов в квантовых точках. И данные результаты экспериментальные они были описаны уже прыжковым транспортом. Поэтому мы уже исследовали в нашей работе диффузионный транспорт в квантовых массивах квантовых точках на трактальных структурах. Мы создали вот такую структуру с помощью Quantum ATK и на ней реализовали вот такой алгоритм Магарит Монте-Карло, который у нас характеризует прыжковую диффузию и получили вот такие данные. Более подробно мы это рассмотрим на слайде. Далее. Также мы исследовали аномальную диффузию прыжкового транспорта в массивах квантовых точек с энергетическими топологическими беспорядками модели случайных движений с неправильным временем на фрактале. Слайд, господи, постер 7.23. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Тимкаева, Диана, следующая Горбуонова и Анна. Добрый день. Создание наноантенны, работающей в видимом и инфракрасном диапазоне частот электромагнитного излучения связано с проблемой работы выпрямителя на терагерцовых и более высоких мощностях и более высоких частотах без потери мощности. В исследуемой работе с помощью метода функционала плотности, а также неравновесных функций Грина исследовались оптические свойства углеродных нанотрубок, как свободных, так и помещенных в электрическое поле. Также происходило исследование транспортных свойств диодов на основе углеродных нанотрубок, в которых ПН-переход создавался с помощью поперечного электрического поля, созданного плоскими и цилиндрическими диодами-затворами. Мы считаем, что управление с оптическими свойствами нанотрубок и ПН-переходом поперечным электрическим полем может послужить хорошей стратегией для дальнейшего развития изучения наноантенн. Спасибо большое. Пока Горбанова и Анна поднимаются, я скажу пару слов. У нас сейчас будет буквально три или четыре доклада, презентации которые были по каким-то причинам позже загружены. Поэтому, может быть, тут небольшая заминка произойдет. Это уже отдельные в каталоге отдельные три или четыре презентации. Сейчас мы их постараемся найти. этот слайд закрываем и идем в каталог, и там смотрим Горбунова. мы идем с опережением графика, мы можем немножко времени потратить. Я пока скажу, следующий будет Сергей Вытиков. Да. Нашли? Сейчас. Во. Ваша? Уважаемые участники конференции, в последнее время значительное внимание исследователей уделяется разработке исследований клеточного метаболизма при измерении спектральных свойств биологического конфермента NEDH. Но до сих пор влияние различных факторов микроокружения на его спектральные свойства были изучены недостаточно. В настоящей работе мы исследовали влияние вязкости и полярности растворов на спектральные свойства излучения никотинамид-аденин-динуклеотида методом спектроскопии с высоким временным разрешением. Результаты нашей работы являются первым шагом к разработке новых методов диагностики клеточного метаболизма при измерении спектральных свойств NEDH. Детали данной работы вы можете узнать на постерной сессии номер моего постера 4.3. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей Ватяков, а следующий будет Андрей Журавлев. Сейчас откроют. Я надеюсь вашу презентацию. Как у вас номер презентации? Название файла. Название файла. Ах, белая флешка. Подождите, пожалуйста, начинать. Журавлев, Андрей, у меня в списке последний. Есть ли еще кто презентации загрузил, но в список этот не попал? Таких нету. Тогда будем есть? Хорошо, я подойду сейчас. Пожалуйста. Так, здравствуйте, меня зовут Ватяков Сергей, моих коллег Сафрагалиев, Руслан и Самородов Никита. Мы представляем Тюменский государственный университет. Название нашей работы формирование гофрированной подложки из графена на поверхности парафина. На данном слайде вы можете видеть уникальную гофрированную подложку, полученную в ходе наших экспериментов и зафиксированную на атомно-силовом микроскопе. Длина волны этой подложки порядка 650 нанометров и также эта подложка широко может применяться в наноэлектронике и различных областях электроники. И более подробно с ходом эксперимента с самой нашей работой и теоретическими данными вы можете ознакомиться на постере. На постере 7.12. Большое спасибо. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Журавлев Андрей, а следующий и заключительный будет Миропольцев Максим. Вот видите, вы наглядно видите, как плохо, когда не вовремя вот эти презентации. Здравствуйте. Оказывается, если на поверхность Арсения Дагаля наносить цезий и кислород, то уровень вакуума можно понизить с 5 электрон-вольт до 1 электрон-вольта. И если вопросы диффузии и генерации электронов в зону проводимости ясны, то что происходит с частицей, когда она преобразуется из квази-частицы в обычный электрон, эти вопросы обсуждаются на постере 4.14. Прошу. Спасибо большое. Так и, пожалуйста, Миропольцев Максим. Он мне сказал, что файл по-английски написан на Миропольцев. Сейчас по-английски написано Миропольцев. А вот расскажите нам Я могу в двух словах рассказать. Как Ирина Роднина, без музыки. Без музыки, окей. Миропольцев Максим, магистрант университета ИТМО. Мое исследование посвящено дефектным состояниям, проявляющимся в люминесценции коллоидных нанопластин Селенина Кадми. Сегодня речь уже шла про квантовые точки и наноопластины по сути это двумерные материалы. Интерес представляют за счет очень узкого пика люминесценции. Сегодня говорилось уже про то, что в квантовых точках есть неоднородное уширение. В наноопластинах неоднородного уширения нету. Потому что люминесценция собственно зависит только от их толщины. Толщину можно контролировать с помощью одного монослоя. Дело в том, что все коллоидные синтезы это не секрет, они достаточно неидеальны и соответственно мельчайшее какое-то изменение в каких-то условиях синтеза может в результате приводить к тому, что образцы будут неидеальны и будут проявляться дефекты в люминесценции. И ирония это в том, что за последние 10 лет все работы, которые были посвящены оптическим свойствам таких объектов, они непосредственно были сделаны по этим идеальным объектам, в то время как если пытаться сделать какой-нибудь излучатель узкополосный на этих коллоидных наноопластинах, то неплохо иметь общее представление о том, какие вообще бывают дефекты в наноопластинах и соответственно как можно от них избавиться. Мы исследовали три получается ансамбли наноопластин, они отличаются толщиной и латеральными размерами. Мы исследовали их с помощью простейших методов абсорбционной люминесценкой спектроскопии и спектроскопии возбуждения и люминесценции и показали во-первых, что дефектные состояния могут проявляться, что они зависят напрямую от и связаны напрямую с структурой, с архитектурой поверхности механические воздействия, например, дробление ультразвуком раствора, да это коллоидные растворы, либо осаждение и перерастворение может приводить к изменению, то есть тушению люминесценции дефектной в этих наноопластинах и соответственно в некоторых случаях к разгоранию люминесценции основного кситонного перехода. Спасибо. Постер 4.17. Спасибо. Спасибо.